Рады всех приветствовать. Вторая карта. Наши аналитики дали расклад относительно того, что шансов у NIP не очень много, судя по бумаге, судя по сухим цифрам, 5%. Но здесь нужно сделать скидку еще и на то, что в двух последних матчах, которые фейсклан выигрывали со счетом 2-1, они также проигрывали первую карту, что им нисколько не мешало. Для них это скорее закономерность. Но NIP, наверное, тоже понимают, что шансов не очень много, будут также расслаблено себя чувствовать, как и особенно во второй половине The Overpass. Так что просто насладимся замечательным КСом. Просто я считаю, Фанатик тоже большие мастера. Все-таки карты Мираж, и то, насколько там NIP отыграли, мне почему-то показалось, что эти ребята будут цепляться и за эту карту тоже в этой серии. Давай смотреть, по крайней мере, пистолетку они уже берут и чисто на перестрелке. Без установки бомбы, без какой-либо там нереальной тактики, просто позиционно сыграли по да, целенаправленно, выиграли перестрелки и берут себе первый раунд. У нас пока NIP на пистолетках смотрятся очень выгодно. Это, ну, третья пистолетка для них. Да, так получается, Кость, так получается. Да, при этом даже на первом пистолетном оверпасса эйс от Niko не спас. И коэффициенты не то, чтобы разрывные 2.16 дают на NIP, 1.65 на фейсклан. Ну, это все после пистолетного раунда, конечно, иначе, наверное, коэффициенты были бы чуть смещены в сторону фейсклан. Но сейчас второй на халяву NIP должен отходить. Ну, вот уже и первая потеря. Отлетает Рейн. Хотя, надо отметить, что здесь есть козырный туз в рукаве команды фейсклан. Это Броки. Ну, лично я считаю, так вот, мне кажется, что Трейн и Мираж — это две наиболее подходящие для его снайперской винтовки карты. На Мираже он зачастую показывает просто отличный, отличный индивидуальный уровень. Ого, а что тут у нас за стак? Ждут поджима в мидл. Засада. Сидят. Ну, все, сейчас все будет хорошо. Сейчас все получится. Но, конечно, посмотри на позицию NIP, снова дисциплина. И это касалось, кстати, игры на оверпассе. Там только в поздних таймингах какой-то, например, люркер, который оббегал в этом случае. Там часто был рез, например, который просто в спину заходил. Он только это делал на поздних таймингах, когда уже понимал, что вряд ли будет выход в его позиции. Например, на базу А, где он часто отыгрывал. Тут тоже мы видим, что просто сидят позиционные игроки. И NIP никуда вообще никто не лезет, никто не пропушивает ничего. Просто дисциплинированная игра. Да, надо отметить, что в паузе фейс тоже есть смысл. Ну, вот, например, там один смачок потратили, потом, может быть, второй потратят игроки NIP. Ну, там уже 600 долларов. То есть хоть, ну, не сказать, что это давление на экономику, но как бы лучше, чем ничего. Конечно. Да, ну и по итогу фейс, не дождавшись пуша в мидл, решили пушить базу сами. Сносит нафт, который им дал два фрага за раунд. Лобски плюс 1200 для него. О, патроны заканчиваются, ну и расставят точку в раунде. Все вполне, просто все вполне закономерно. Вот единственное, хотелось бы сказать, что, опять же, арсенал на текущий контр-девайсный против фейсклана. И NIP не самый будет лучший. Это скаут, два фамаса, мпшка, ну и навк. Вот он тоже кольца, ага, а, коль, подожди, 4000, как-то ему или дропнули, или может быть он купил, ладно, неважно. Просто было 4000, ничего вроде не было, да? Ну да, мне тоже так показалось, но вроде там все в порядке получилось в итоге. Было и было. По броне сейчас посмотрим, может быть, я не понимаю. Не, у него 1200, дропнули. А, плопский как раз, он же там нафармил изряд на денег. Он как раз дропнул, сам остался на фамасе. Все, разобрались. Собрались, разобрались, так сказать. Но без АВП пока играют в атаке. Вот ты как раз, Костя, выделял брок, и пока на этот раунд с АВП не получается. Хотя, конечно, деньги, например, у того же Олафа, там 4700 у него имелось. Если я не ошибаюсь, там 4800, или что-то такое было. Даже так, Твист забирает Колдзера, Колдзера забирает Лекра, и у нас размен произошел. Так, ну а отличная позиционная игра. Он-то понимал, что Олаф должен заходить в отрыве от своих тиммейтов, отыгрывая роль Люркера, так что большинство есть. Все, еще ничего страшного не произошло. Для фейс, и бомба установлена, и с маками ключевые позиции заперты. Ника, он вливается в кон, что ли? Его, конечно же, здесь не ожидают, но ему нужно хотя бы два убийства делать. То не факт, что это спасет. Он дает один, дает второй. Броки тем временем прикрывает Твиста, перекрывает. И Плопский, ну, на него уже вряд ли кто-то будет открываться. Даже если Ника погибнет, это на исход раунда повлиять не должно. Броки разворачивается, реагируя на Плопский молниеносно. Два, один, и NIP остаются не то чтобы на хорошей экономике. То есть вот Плопский, который дропнул оружие, навку, сам остался на бабах. Ну, а импакт-плеером у нас является Ника. Правда, Твист получает АВП. Но Ника очень неожиданно для игроков защиты в данном случае сыграл. Он там реально открылся в коннекторе на этом ящике. Здорово. Они этого вообще не смотрели, не подозревали об этом. Получилось очень качественно с его стороны. Следующим матчем, кстати, здесь станет противостояние Астралис и G2. Это тоже, скажем, матч, который не следует пропускать любителям красивого КСа. Я думаю, красивого КСа там будет изрядное количество. У Фейз ничего не меняется. Ну, разве что теперь два игрока отыгрывают на Пелосе, а не три, как это было в прошлом раунде. Здесь ближняя позиция у Лекра как раз на приемку ковров. В остальном ничего не меняется. Твист с АВПом закрывает выход из ямы со стороны Сити. Но есть три дыма у Фейз Клан. И вот сейчас они их уже используют. Так, один полетел на Сити. Забирается Джангл, забирается коннектор. Все максимально четко. Твист, кстати, выходит вперед. Вот, здорово. Но Фейз Клан, по-моему, сейчас собирается давать вторую волну раскидок. И вот вопрос в том... Здесь Рейна выпустили. Лекра сменил позицию. Думал, он на балконе сидит, а он встал за Ниндзю 2. Но это позиция, с которой уже не уйти. Он имел возможность забрать Ника на одном ХП, но очень здорово. Опять-таки Броки своего капитана прикрыл. Лобский работает с КТ СВП. У нас снова Ника и один хитпоинт. Это история этой серии пока что. Красный Ника пытается доиграть. И этот раунд очень качественно. На команду помогает реза, отрезает у нас Колдзера. И Плопский тоже стрелил. Вот это стрельба от Колдзера в этом раунде. Навк выходит. Идет Колдзеру. Пытается выпасть по голове. Не получается. Ника. И вот он Ника с одним хитпоинтом выжидал. Свой момент он получил. И еще одно убийство заработал. Как-то не удается вот А сдержать команде НИБ. Вторая атака на А и вторая успешная от ВИС Клан. Да, но нельзя сказать, что есть особо чем сдерживать. Все-таки вот следует дождаться следующего раунда, когда НИП уже приведут экономику в порядок. То есть, хотя... Слушай, ну они же на этот закупались, можно сказать. Все-таки тут нормально они потратили. Там и армора не было, и откровенно не угадали, наверное. Ну, все-таки там у Твиста была позиция, в которой сложно ему было, скажем так. И Лекра неудачно сместился с балкона. Но я согласен. Пока, конечно, Фейс Клан выглядит лучше. Так и должно быть на карте Демираж. Здесь, скажем, будет не то чтобы чудом, но непредсказуемым обстоятельством победы НИП. Или даже ближний счет какой-нибудь 16-14 или допы. Ну, для меня всегда интересно, насколько команда ценит именно центр. Потому что те же Фнатик, например, за центр дерутся, как львы львиные, постоянно. И как раз НИПы пытались с ними очень интересно отыгрывать, отдавая им, когда в защите играли центр. Редко они играли раунды агрессивные. Хотя, безусловно, вот такие раунды иногда там где-то два, например, в защите проскакивало, где они мид пропушивали и пытались там воевать с Фнатиками. Посмотрим, как будет с Фейзами. Потому что Фейзы пока, не скажу, что там сильно цепляются в мид, но тут и от НИПов контроля нет. Но это экономический раунд, поэтому его брать за пример едва ли стоит. Немного потусовались НИП и решили в пятером сместиться под Б-плэнд. Однако, как мы видим, по расстановке Фейз-клан они не угадывают. Фейк раскид в Б от Луфмейстера. Нико пошел в атаку. Инста-хэдшот по-плопски. А его тиммейты параллельным курсом выходят на абсолютно пустую, открытую базу. Походу, НИП поняли, что их план вскрыт, и они не угадали. А вот и бомбт has been planted. Деваться некуда. Тут один фраг, наверное, будет подарком. Ну, это уже просто как в тире. Как в тире работают ребята из Фейз-клан. Все позиции ясны для них. Они поглядывают, видят головы. И очень удачно по ним стреляют. Олаф Мейстер пытается как-то его продавить, возможно, здесь. Но на голову он тоже видит. Есть голова. На опыте, на опыте Олаф работает. Ой, под Лекром. Вау, Лекро! Красиво Ника залепил. А может быть сейчас и по Олафу удастся попасть. Ну как, на условную хилпу приходит Калзера. Олаф красный. Лекро понял, что попал по каске. 10% здоровья. Но Калзер уже успел занять шорт. Пропик от Рейна со стороны Китчена. Со всех сторон уже продавили. Но... Но... Фраг был. И довольно впечатляющий. По господину Ковачу. В шорте. 3-2. Так, Кавика я не вижу. Будет неплохая раскидка. Пришлось пожертвовать Китами. У всех первые арморы. Да уж, в плане... Странная ситуация складывается. Вроде выиграли два стартовых раунда на IP. А ни одного с хорошей закупкой мы от них так и не увидели. При этом мало Фейсклан погибали. И раннее преимущество у Фейз есть уже сейчас. Да, здесь можно, конечно, сделать отсылку и коверпасу. Где Фейз ввели 7-3. Результат мы помним. Даже ТБ не был пробит. А вот и сражение за центр. Рез. Несмотря на то, что вроде бы отдавал честь, будучи в частичном блайнде, сумел фраг по Рейну оформить. 5 в 4. Ну и Нипы начинают с преимущества этот раунд. Вот теперь можно разыграть его как-то более основательно. Смотрим, что у Фейз пока акцент в сторону Б дома. Хотят там разыгрывать. Бегать по коврам на Б. Пошла раскидка, да, довольно резко пытаются сыграть эти тайминги. Средние тайминги раунда и в них неплохо выкатываются Фейз. Смотрим на Плопский, который встречает Плопский. Две головы доходит. Навк страхует. Ника забирает Плопский. Но Навк тут как тут поддержал еще раз. И в итоге раунд взят. Ну а если подстраховал братуху, и в какой подходящий момент он открылся, надо отметить. Потому что он первого выпрыгивающего забрал. Второй соперник на коврах был с гранатой в руках. Так, сейчас мы еще раз посмотрим. Плопский тоже красавчик, конечно. Но я как раз про Плопский здесь и говорю. А я как раз про Навка говорю, потому что он тоже подстраховал в этой ситуации. Вот сначала Плопский выскочил, а потом Навк выскочил, подстраховал. Здорово, здорово разобрались. Это просто классная парная работа, когда вы друг друга страхуете. И это все очень честно получается. Лекра, а вот и агрессия в защите. Лекра пропушил на граунд. Лекра забирает Ника. Вот так вот раунд начинается. С преимущества команды НП снова. Лекра выкатывается еще и в мид. Не боится ничего. Видел Броки. Попадает по Броки. Лекра. Но Рейн сразу отвечает. Тем не менее преимущество в раунде у НП сохраняется. Так, ну не бояться. Не бояться агрессировать НП. Ну, наверное, это было бы и ни к чему. Все-таки на мираже у них есть довольно... Ну, очень выборочно, да? Согласись. Вот первый раз такая агрессия от них именно сейчас в этом раунде. Да, но ведь и половина только началась. Имею в виду, что как только НП взяли предыдущий раунд, почувствовали уверенность. Для фейсклана это скорее было непредсказуемым. Это-таки такой соперник, который номинально там имеет меньше шансов, да, меньше винрейта. Но обычно там к средним, поздним этапам половины приспосабливается. Здесь же НП душат сразу. Это хороший знак. Фейзы должны были смотреть как раз на противостояние Снатик последнее от НИПов. Вот там тоже так очень выборочно несколько раундов агрессия от защиты была. Именно под мид. И окно. ЦАДка, колдзера здесь. СРС просто контролит, чтобы никакого прохода не было. Но знаешь, Фнатик тоже, конечно, такая команда, которые могут вообще любой матч запулить. Взять тот же смуви Старс. Так, а колдзер это в окошке. Хотя Плопский синхронно за секунду до потери своего тиммейта оформил килл по Рейну. Так что преимущество. А 25 секунд остается. НИП закрепились. В этом преимуществе. Плопский контролит. Он сейчас может пострадать 74% здоровья. Так. Но отворачивает Соло в него время. Плопский не уходит. Но колдзер один. 15-14 секунд. Все, шансов у него взять раунд, наверное, уже на никаких. Потому что два опорника на точке. Попробуй их еще обнаружь. Никак этого сделать не удастся. 4-3. НИП. Слушай, а Плопский-то очень нагло сыграл. Но как это окупилось. И снова он импакт-плеер, как мы видим. Он понимал, что времени очень мало. Ну, шорт просто не будет у Фейсклана. Еще будучи в меньшинстве, возможно, все это время контролить. То есть нужно давать раскидку и заходить. Он туда еще и забрасывает при этом Молотов. Да. Тут еще и Молотов забирает. Не просто так Плопский подписали сразу на 2 или даже на 3 года в организацию и на ИП. Но он, правда, того стоит. Но что касается Фнатики, я не знаю, если вы смотрели этот драматичный матч, слышали о нем. С Мувиста Райдер смесились на трейне. 20-22. И Фнатик все-таки проиграли и слили карту Д'Инферно. Свой выбор со счетом 2-16. Вот это заезд в Тельтастан называется. Когда ты потел на допах, когда тебе дали такую оплюху, как бы по щечину, попустили в каком-то смысле, да, твое разумное высокомерие. Ну, то есть все-таки ты считаешь, что Фнатик в целом лучше не опираться, да, вот на результаты с этой командой. Ну, особенно в дерби, я бы сказал. Потому что дерби — это вообще отдельная история. Слушай, ну, тем не менее, пока мне НИПы, вот скажу честно, в защите нравится то, что они делают. Да, первые раунды не зашли, но сейчас 4-3 счет они ведут, и, мне кажется, уверенность только прибавляется в их действиях. Поэтому, ну, не знаю. Может, конечно, с Фнатик там и не показательно было, и я могу с этим согласиться в целом. Я понимаю, к чему ты клонишь, и я эту позицию не могу оспаривать. Она мне даже импонирует. Но вот какая-то у меня вера просто появляется в то, что Фнатик даже зарядили дополнительно НИПов, вот как раз отдав им этот мираж. Да НИПов, наверное, и второе место в группе, в принципе, не могло не зарядить. Они явно не были большими фаворитами на старте. Так, ну, здесь приемка Кона. Неплохо Рейн разобрался. На второй волне Лекра. Прикрытие с Джангл также имеется. Вот как они разбираются, как они чувствуют? Красмейстеры. Не чувствуется никакого давления, и правда. Маэстро 5-3. Как мы вчера, да, с тобой? Сразу ты вспомнил. Я тоже почему-то подумал об этом. Вчера с Костей у нас был вопрос в своей игре. Как там называли маэстро? В Древней Руси, да, если я не ошибаюсь? Или что-то при царе? Ну, не в Древней Руси. Не в Древней Руси, да, не в Древней. Ну, в смысле... Шахматистов. Да, да, да. Кого называли маэстро? Короче, при царе, батюшке. Ну, короче, заходите к нам на стримы, можете вместе с нами покатать в свою игру. Это довольно веселый контент, мне понравилось. На самом деле, два. Для нас, Костя, это тоже древнее уже получается. Хотя, конечно, исторически я выразился неправильно. Ой. Смотрим дальше. Рез тушит. Коннектор продолжает играть там довольно агрессивно. Броки, посмотри, что вытворяет Броки. Решил наглостью взять, и попадание было, но Навк отвечает мгновенно. Как же жестко. По-плопски не ваншотнули, и не сориентировался игрок Фейсклан в ситуации, что его сейчас может просто пропикать второй. В принципе, не ожидали наличия двух снайперских винтовок в арсенале NIP. И Фейсклан, как это было во второй половине оверпасса, так и сейчас, наталкиваются на нестандартные, непредсказуемые, нечитаемые действия от ниндзя. Очень здорово, что подобные фишки есть. Три в пять. Прошу прощения, хотел хоть как-то сгладить, точнее, пилюлю Фейсклан. Ничего не получилось. Не сглазить в этом случае. Сгладить я еще понимаю, но сглазить это было бы слишком. Ника собирает реза, дает шансы своей команде на этот раунд, безусловно. При этом, посмотри, плопский красный. Можно поиграть, но плопский красный, посмотри, что он вытворяет. Он идет информацию собирать. Навка Ника тоже нашел, и вот он плопский. Вроде битый, но вроде и сыграл. Лофмейстер сразу отвечает. И ситуация два в два. Играбельная, но бомба лежит далеко. Можно взять бомбу по ТИ на Б, можно взять бомбу по ТИ на А. Все пути открыты сейчас для игрок. Калдзеры, и Лекра этот момент прочел. Что же делает Олфмейстер? Пойдет на Б. На Б, кстати, Твист успевает. Олаф тем временем будет идти по шорту. Это вроде бы хорошая траектория. Я думаю, что Твист скорее сейчас посматривает на окно ковров. Да, так и делает. Плюс хорошая раскидка у Олфмейстера есть. Со стороны Аплента коннектор не контролится. Хотя здесь на рефлексе, на самом-то деле, Твист может перевести вполне спокойно. Отжимает Костя 12 секунд, уже остается. Это явно не в пользу Олфмейстера время. Барабанная дробь. Так, спалил свою позицию Олф. Твист промахнулся. И тут же побежал в контратаку. Тиммейта не дождался. Олф просто уходит. Теперь Твист понимает, насколько опасное положение. Он себя загнал. И в какую неприятную ситуацию тем временем отправил своего капитана Лекра. А могли же выбить два в одного. Но теперь Олфмейстер плюс-минус понимает, откуда Лекра ждать. Один в китчине, второй, наверное, будет или со стороны ковров, или со стороны шорта. Была у него надежда, что он успеет по пленте ему поставить, по голове попробовать с пистолетом. Но он не успел в тайминге. Олфмейстер с ним разбирается. У Лекра положение усугубилось нереально. Он знает уже позицию Олафа. Я думаю, что и так после этого прочек он ее должен был понимать. Лекра простреливает. Олаф раунд берет. И вот то, что случилось, пожалуй, с командой Фейс Клан, когда они играли, да, и необязательные раунды залетали в их защите, когда они защищались от команды NIP на оверпассе. Вот сейчас что-то с НИПами подобное произошло. Необязательные совершенно раунды они отдают в этой ситуации. Я не знаю, годы идут, а твист не меняется. Очень резко вастили, я бы сказал, игрок, но тут... С одной стороны, можно понять, наверное, но действительно хотел поймать Олафа, времени не было. Даже если бы Молов прекратил установку бомбы, забрал бы его, то раунд был бы выигран. Но в тайминге твист не попал. И теперь раунд под ноль и пропик от Плопски. Снайперская винтовка именно в его руках. Пикал шорт по таймингу. А здесь же твист, двойной поджим. Ямы снова 5 в 3, десантируется Рейн, но твист находится в фраг. Раунд переворачивается за секунду. Я не знаю, чем продиктованы постоянные быстрые отыгрыши фейсклан против неполноценных оружий. Не только против NIP. В принципе, на Мираже, я замечаю, эти тенденции проходят постоянно. То есть, например, у соперника какой-нибудь форс, и это читается, фейсклан пушат в пятером Б. И там натыкаются на какой-нибудь стак в троих, в четверых, погибают. Здесь то же самое. Плохой бай был у NIP, и фейсклан, вместо того, чтобы растянуться по карте, поконтролить, просто натыкаются на стену форса от NIP. Сами остаются без денег. Раунд взяли, раунд проиграли. Тенденция не очень хороша. Но твист, можно сказать, раунд вернул своей команде, где он там немножечко оплошал в предыдущем. Здесь он отыграл просто отлично. Три убийства принес. И смотрим дальше. Ну, необязательный раунд отдали NIP. Тем не менее, фейзы им сразу возвращают. Награбленное, можно сказать. Кольд Сиарам выходит. Нафь пропушил! Вот это да! Да ладно! Давай этого тоже! Давай стекла еще по нему пободи! АЕшка! Огромной проблемой стало наличие Глока у Луфмейстера. Он-то стоял на прикрытии, и возможности, наверное, были бы, будь у него любой другой пистолет, кроме Глока. А так ты стоишь, стреляешь, как бы сносишь по 11, если в голову не попадаешь нафг. Конечно же, у него в плане стрельбы все в порядке. Олаф, ну, я как бы делал, что мог, но мог я немного. Извините, пожалуйста. Как бы клач от меня был. А вот все остальное тут уж как карта ляжет, 7-4, и снова нафг. Слушай, эти молодые шведы, я не знаю, они, наверное, сейчас всему миру возвращают веру в именно молодой шведский Counter-Strike, потому что в какой-то момент, знаешь, казалось, что шведский КС некогда сильнейший, действительно переживает не лучшие времена, но есть кому здесь играть. Есть, скажем, молодая кровь. Слушай, ну там соседи нормально так напирают, я бы сказал просто. Поэтому пора включаться, когда твои скандинавские соседи начинают вести себя. Не очень тут. Пора возвращать им долги. Какая гранатка взлетела. Уникас минус 50 со старта. Все здорово. Ближняя позиция от Реза на коннекторе. Флешка. Так, ну тут нужно уходить обратно. Ну, как бы попытка была, главное, что не подставился. И вместо того, чтобы убегать далеко, он все-таки контролит просвет в смоках. Так, прикрытия Пелоса не было, так что Рез не забывает и об этой позиции. Там очень любит тусоваться Калдзера. И, конечно же, Непам об этом известен. Ну, дым под Реза. Рез сразу ХЕшку выдает и сразу пострелял в дым. Неплохо. Даже урон нанес определенно. Ну и у нас Непы. Посмотри, у каждого по 100 хитпоинтов. ХЕшки шикарные залетали. И Фейзы подбиты напротив. Рез. О, одного не сумел тут забрать даже. И Рейн под флешку Ника на пару с Калдзерой срабатывает очень качественно. Олаф Мейстер прошел в сторону КТ. Твист. Надо все расконтролить. Видел спину Олафа, но нет. Ну, снова-таки супер открыто играл. Тиммейтов на прикрытие не было. Он с Авиком. Ну и было понятно, что Фейскланд не будут столь просто играть против позиции Сити. Особенно при отсутствии дыма. Будут забрасывать флешками, как-то дергать снайпера. В общем-то, это и вышло по итогу. И это сейв. Ну, видишь, тут Рез не сумел даже в размен выйти никак. То есть Реза просто убили без размена. И флешка от Ника была шикарная по итогу, то что мы наблюдаем. Возможно, дай там Рез одно убийство. Больше бы вариантов розыгрыша появилось. Даже потенциально не сейвить можно было бы идти, а воевать. Но получили, что получили. На этот раз открытая игра от Фейс, агрессивная игра, достаточно срабатывает. Но, тем не менее, тут она была более подготовленная. Они зашли в сторону коннектора. Они дали раскидку, при том, что в миде пострадали. И на Ави ходили уже на довольно понятные позиции. И правда, раскид был хороший, но в который раз слабым местом является недостаточно эффективно от игры шапорников. Впада, мне кажется, по следующим миражам, не знаю уж, как закончится этот, NIP несколько изменит свой подход к обороне базы. Но пока 7-5. И все еще достаточно комфортный оружейный для NIP. Правда, он будет последний, наверное, в случае проигрыша. В Лобске где-то есть, там, в среднем чуть больше полутора тысяч трех игроков. Может быть, с подсейвами сумеют закупиться. Еще раз посмотрим. Главным орудием, главным козырем будет здесь наличие двух снайперских винтовок, которые уже работали. Посмотрим, как и Броки при этом со снайперкой тоже сработает. Броки пытается поглядывать позиции. У Шорта тут Навк тоже контролит, что к чему. Плопский пропушивает под контроль Навка. Вот он, Плопский. Но тут никого не нашли. Заняли близкие позиции. И, наверное, даже в такой ситуации можно попробовать АВП будет оттянуть со временем. И оставить игрока просто в упоре играть. Ну, здесь ситуация еще и в том, что даже если Навка, например, увидит, то ко второму могут быть не готовы. Совершенно верно. Но это как раз расчет. Плюс этот дым. Дым вообще собьется толку игроков Фейс Клана. А, посмотри. Просто перетягивается Навк. Плопский оставляет в упоре. Навк сменил позицию. Он тут не играет близко в доме. Он играется уже больше в сторону Шорта. Но Фейс не пойдут, вероятно, на базу Б. 53-52 секунды. Олафмейстер, как Люркер, контролит поджим. Но оставшиеся четыре игрока Фейс Клан сейчас будут заходить на А точку. Ну, здесь уже полновесный треугольник. То есть прикрытие от Вистас Сити. Есть ближняя позиция на приемку Пелоса от Лекра. И плюс ко всему Рес. Так, вот он, размен гранатами. Слетает Молотов на яму. Ну, по-моему, несколько запоздалый. Ой, какой Лекра сейчас смачный хэдшот получил. Все, разваливается полностью треугольник. Никак он вообще не спас положение на IP. Даже несмотря на то, что Нав сместился довольно быстро. Все, что он может сделать сейчас, это, наверное, засейвить. Да и то, смотри, не дают. Все-таки агрессия от Нипов, возможно, не худшим вариантом была. В их раундах, когда они пытались сыграть агрессивнее, сыграть с преимуществом. Здесь, когда играется баланс на А, проблемы. Это видно у Нипов. Трудности с обороной базы А. Лобский забирает Рейна. Броки пытается его контролить. Лобский, ну, надо сейвить. Надо сейвить, определенно. Ты уже говорил о экономических проблемах, которые могут постичь даже в последнем раунде команду NIP. Но вот при сейве как-то эти проблемы, я думаю, можно будет решить. И фейсклан, имея так же не самую стабильную экономику, просто забили. Наверное, это Олаф. Лобский видел. Где-то, знаешь, я смотрю, у них там денег нормально. Они бы в этом закупались. Ну вот, возможно, да, возможно, последние были бы проблемы. Да, ну, видишь, это нормально. А если бы они сейчас пошли убивать, потеряли бы еще три. Вот это уже было бы не очень приятно. А так на последний точно будет. Даже если мы тут бомбу не поставим, раунд не возьмем. Согласен, согласен. Тут ты прав. Ага, смотри, все, максимум. Все тратят. Вот, NIP вновь ставят на карту. И все равно многое решил под сейв. Вот ничего не скажешь. Есть сейчас совершенно конкурентоспособный байп. Так, ранняя подсадка для Навка на ладер-рум. Здесь, наверное, решили сыграть в более стабильный контроль центра карты. Слушай, ну и Рейн может подставиться. Рейн может подставиться, и он подставляется. Навка этот минус дает. Красиво разыграли раунд на старте NIP. Но мы уже видели, как начинались преимущества NIP. И раунды проигрывали. Поэтому пока, конечно, говорить о каком-то невероятном перевесе не приходится. Фейзе и такие раунды разыгрывали довольно качественно. Да, мы помним и 3 в 5 полноценные. Было дело. Так, что-то там. Полуфмейстер тусуется под B. Плопски. У него, кстати, не самый стандартный угол. Полуф. Он вряд ли пойдет на сближение сразу. Твист тем временем забирает Ника. И снова такие ситуации повторяются. 3 в 5. Но с поправкой на Плопски. Вот насколько все-таки мне нравится сейчас его позиция. Правда, флешка. Но Плопски ничего не мешает сейчас забрать Олафа. Вполне спокойно по стрельбе. Он один из лучших, наверное, сейчас в своей команде. Броки фраг по резу. Но Плопски проходить здесь нужно. Его забирают. Ну там твист уже шорта поджал. Довольно близко находится твист. Позиция Колдзера должна быть ясна. Броки! Поворачивает голову и с прицела дает по твисту. Но при этом Навк сразу разменивает. Колдзера не удел. Лекра раунд этот вперед. Свои команды. Завершаем начатые товарищами. 8-6. У них вообще эко был. Вот такой, чтобы они вот там больше одного, чтобы они просто с пистолетами. Они реально, знаешь, на не лучших девайсах отыгрывают частенько. Но чтобы вот прям эко, свою экономику они считают очень хорошо. Хотя надо отметить, что сейчас счет 8-6. Ну и там даже если на IP возьмут последний, то такой расклад фейс-клан устроит. По статистике 57 с небольшим процентом раунда в НИПы как раз забирают в защите на Мираже. Ну хотя выборка там тоже сомнительная. По-моему в 5 карт. То есть тут больше решает, наверное, за какую сторону ты начал. А мне кажется в целом, что вот даже если там 9 возьмут НИПы, для них, я думаю, это будет очень уверенно с точки зрения того, насколько хорошо просто фейсы отыгрывают в Мираже обычно. Ну да. И для них, я думаю, 9 будет достаточно хорошо. Достаточно ли хорошо для победы я не знаю, но просто для второй половины, для нормального настроения там, я думаю, будет достаточно. 8-7 сомнительно. Тут я, пожалуй, меньше веры тогда буду иметь. Но вот как-то при 9, учитывая, что не все пистолетки выиграли у нас, НИПы, в этом противостоянии, то 9-6 это было бы крутым для них счетом, я думаю. Пока да. Особенно если сумеют взять четвертую пистолетку к ряду. Но пока тенденция такова. Пока с ней трудно спорить. Просто так получается. Снова поджим ковров Б от Плопски. Но на прикрытии, правда, у него сейчас навка нет. Тот занимается контролем шорта, потому что, в принципе, НИПи в этом раунде разыгрывают без мидла. Фейси много поконтролили карту. В тайминге минута перегруппировываются для выходов А, которые, по-моему, всегда до этого практически заканчивались успехом. Это правда. Но вот какой-то там один, я помню, когда они взяли вот тот необязательный раунд, там они на А провалились. Ну там прям что-то супер жесткое НИПов получилось. Да, да, да. Там они причем тайминги были, знаешь, давай я побегу просто вперед. Супер фаст. Здесь ничего фаст нет, но Калдзеру на Пелосе ловят. Теперь без сплита остаются Фейс-клан. Нереальные рефлексы от Виста. Ай да Твист. Вот этого, может быть, не хватало немного в защите базы А. Здесь Твист работал четко. Олаф Мейс разобирает, правда, Плопский. Твиста тоже вычислили. И тут тоже Олаф молодец. Лек разобирает Нико, но и Рес подключается. И 9-6. Не знаю, Костя, заставляет ли тебя хотя бы сейчас не поверить в то, что они тут могут, но я свою веру не утратил. Конечно, мне очень понравился Сити Сайд. Вот и Найпи. Они, правда, бодреньки довольно. Фейс-клан. При том, что они зачастую бывают очень хороши как раз-таки за сторону атаки. Сейчас отыграли, ну, не то чтобы плохо, но довольно посредственно. Опять же, относительно статистики соперника. Вот это мне очень понравилось. Смотри, вот Олаф сидит, там еще половина пуль просто мимо кассы пролетает. Я думаю, спам, спам, как прикрыть. Да сдохнили, умри. А тут тридцатка в пол, три соперника, три точнее тиммейта мертвы. Не, очень-очень интересный матч. И надо сказать, что у Найпи вот после того, как они избавились от последних старичков, реально стиль, знаешь, ушел в более такую агрессивную стезю. То есть у них очень хороший уровень стрельбы. Они понимают, что его можно реализовывать. Здесь их можно, опять же, в контрасте с Дигнито сравнить, потому что у них-то супер старый состав, и там стиль немного помедленнее. Уже старичкам не так просто. Играть быстро, агрессивно. Мы не знаем, смогут ли сейчас принимать ребята из Фейс достойно атаки команды Найпи, но мы знаем точно, что ребята из РЖБ теперь принимают ставки из Украины. Вот это нам известно. Мы с Константином отдыхаем, чего и вам желаем, но очень недолго. Минуткой мы вернемся к вам со второй половиной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Интересно, у нас складываются дела. Мы вспоминаем карту The Overpass, где фейсклан, имея двукратный перевес по энтри дуэлям, все-таки закончили с минимальным преимуществом 87. Здесь как раз-таки со статистикой 10 к 5 идут NIP. И вполне закономерно они на три раунда в преимуществе. Действительно, довольно часто их агрессия, их интересный такой замысловатый плейстайл приносил убийство. Да, некоторые раунды в большинстве они проигрывали, но в целом 9-6 вполне устраивает. Что ж, посмотрим, сумеет ли NIP взять четвертую пистолетку за этот Best of 3 к ряду. Рейн явно против этого. Уже на приеме дает два хэдшота. Ну и даже бомбу поставить здесь уже будет довольно большой проблемой. То первая пистолетка для фейсклан взята будет. Или все-таки NIP сейчас что-то интересное нам предъявят. Ну и будет ретейк 5 в 3. Бомба стоит. Рейн еще и лекарь находит. Броки Реза, но тут извините, друзья, но только чудо может спасти Навка и компанию. Нет, конечно же, раунд взят команды фейс. Мы поздравляем их с первой пистолеткой в этой серии. Савчики. И сложно переоценить ее важность. И сложно переоценить. Также для Говарда Ньягарда было 4 убийства. Я думаю, заейсом он не особенно гнался. Просто встал и сделал свое дело. Вот с чем-с чем, а с эмом у него никогда не было проблем. И правда, в этом отношении он очень хорош. Особенно в пистолетных раундах. Но была бомба. Так что, возможно, NIP сейчас даже ввяжутся в авантюру вроде Форса. Хотя не знаю, насколько по такому счету их бы это устроило. Нет, просто диглы. Твист на глоки и коэффициенты от сайта GGBet на наших с вами экранах. Причем говорим просто диглы, а подразумеваем определенную опасность для команды фейс-клан. Потому что именно этим диглам на оверпассе фейсы немало раундов отдавали. Но Ника справляется с плопски. Играет по Пелосу. Ника сразу обезвредил эту позицию. Рез. Видим, что он проходит по андеграунду. Проверяет коннектор, проверяет, что там в окне. Броки не показывается вполне естественно. И атака сразу остановилась. Да, теперь уже намного сложнее будет даже бомбу до точки донести. Лекар, по-моему, ждет фрага в B. Нам идет на сближение. Здесь уже, наверное, нет выбора NIP, кроме как ходить и искать стимитивные фраги. Вот, например, Рез внезапно залез в окно. Но Броки сориентировался в ситуации. Не подставился под него. Да, конечно, потерял ХП. Но тут намного более важным моментом является, что сам не погиб. И законтролил позицию. Дал инфу. Погибает тем временем NAVK. Но стоит Лекар. Все еще не остальные попытки поставить бомбу. Игроки NIP. Хотят выйти на B. Хотят разыграть там раунд. Причем, смотри, шорта есть игрок. И если номер 5, Рез, сейчас даст минус по Колдзере, то какие-то шансы, я думаю, в этом раунде еще будут. Но нет. Колдзера забирает Реза, который поглядывал как раз в сторону А-сайта Броки. Еще и кладут там зажигательную гранату на выход игрокам атаки. В итоге здесь, наверное, нечего ловить. Ну, конечно, попытаются. Тут понятное дело. Надо просто погибнуть, чтобы денег дали. Если еще кого-то удастся унести с собой в могилу, будет хорошо. Хорошо. Ну вот, фрагать ли Эгра, фрагать лист, а почему бы и нет. И при этом в ситуации, где, казалось бы, фрагов не должно быть. То есть на момент выхода, как ты отметил, дали зажигательную. Это застопорило. И три игрока, как фейсклан, было на приеме. И все равно такие вот потери. 150 долларов остается у Ника. 500 улов мейстера, 0 у Колдзеры. И это не очень хорошие новости. Особенно если NIP возьмут. Да, раунд за два может быть вполне и должен быть, будет. Ну, что касается как раз Нипов. Тут, наверное, тоже, если они бомбу не поставят, то у них пока трудности будут с деньгами. Они тоже закупаются, считай, под завязку. Поэтому тут для обеих команд, я полагаю, раунд за два потенциально. Массовый раскид центра. Так, флешка какая-то от Колдана. Он просто полез на ладо-рум под нее. Здесь, опять же, в отсутствии контроля центра могла бы быть и подсадка. Хотя Ника в коннекторе играет довольно уверенно. Но наполучал, уверенно играл, но по голове все-таки настучали ему. Не по голове, а скорее в корпус. Но, тем не менее, логику вы поняли. 10 хп остается. Лопуски выходят из Андера. Там же Фейсклан с Аплэнда поджимают яму. Возможно, сейчас оставят там Рейн. Рейн вообще большой любитель поиграть в ближнюю на яме. Твист к таким поворотам готов. Рейн пошел даже дальше. У него на прикрытии Нико. Но Твист должен проверить позицию Рейна. Рейш очень здорово в этой ситуации отыграл Твист. При том, что, честно говоря, боялся, что Рейна он даже не будет тут проверять. Но очень опытно сыграл. И тут без шансов. Но вот Ника не ждет никак. Ника не ждет никак. И Твист, конечно, молодец. Но сейчас Ника с ним справляться обязан. Смотри, сейчас, может быть, еще Пэлос примет. Но Навг, правда, реагирует. И теперь Ника должны здесь разрывать. Броки с противоположной стороны. Но его законтролил Плопский. И я даже не знаю, устроил ли Ника такой вариант по итогу. Я думаю, нет. Да, потому что забери он Стер сразу. Его позиция была бы очень назойливой для игроков и на IP. В конечном итоге. Пришлось бы туда гранаты тратить. Пришлось бы тратить внимание. А как итог, инфа прилетела от Навг сразу. Разворот. Там, ну, наверное, ставка была на то, что Броки сыграет. Но его законтролили. И, по-моему, я могу ошибаться, но у Броки был Фамос. Тоже не самый такой... Особенно против Теллашей приятный. Да, Плопский выскочил очень удачно тоже в этот момент. То есть тут пытался сыграть, конечно, как настоящий гроссмейстер. Как опытнейший игрок Ника. Но это, безусловно, не сработало. Конечно, он рассчитывал на большее. Конечно, он тут хотел всех и сразу заметить. И всех обезвредить. Но пока он там справлялся с игроком с Пэлоса. Да, информацию по нему сразу получили товарищи по команде. И в итоге игрок, за которым он наблюдал все это время, стал уже для него опасен. И вот занятная все-таки игра Counter-Strike. Ника и так бы делал фраг. И в любом случае сделал фраг. Но насколько по-разному это повлияло на исход раунд. То есть дай сразу, и у тебя была бы позиция под контролем. Но дай постепенно. Может, или два, или все пойдет против тебя. Да, 10-8. Но что тут? Четыре армана. Вообще с подобным можно выигрывать. Тем более на следующий раунд деньги у Фейсклана остаются. Ничего страшного. Но само по себе интересно, что и на IP практически со старта. И до сего момента удерживают преимущество по раундам за собой. Фейсклан сейчас в роли догоняющего коллектива. Что, если смотреть на цифры, совершенно не укладывается в рациональную картину. Да, если вы посмотрите статистику команды Фейсклана на Демираж, вы поймете, что это вопиющий случай. Определенно. Да и вообще, то, что говорил Кван, мне очень понравилось по поводу того, что 0-2 Фейзы-то обычно не проигрывают. Как он сказал, 5%. 5%. Ну, тут 5%. Но IP нам эти 5% могут и подарить сейчас. Оп-нап в опасности. И эта опасность действительно его настигла. Килл по навку есть. Нет, тут вообще, мне кажется, на девайсы смотреть не надо, потому что тут любые абсолютно варианты оружия рассматривают команды. И любые будут опасны. Рейн забирает Лекро раунд 5 в 3 для команды Фейсклана. Вот тебе и дигла. И два дигла приносят результат команде Фейс сейчас. И дополнительно Акапу является. Это фантастика просто. Это очень странно с одной стороны. А с другой стороны, это обе команды делают. Получается, это уже не странно, а нормально вполне. Так, ну сейчас Ника. Ему как минимум один фраг здесь нужен. И он этот фраг дает. Хотя его заметили раньше, но не полетело по стрельбе. Оу, Твист неплохо открылся по Рейну. Поджигает там под Пелосом позицию. Плопски. Он даже не перестреливался с Шортом, но пал смертью храбрых Твист. И походу на IP поняли, что это конечная. Ешка судьбы. Выход Атолов. Вот тут уже и патроны закончились. Глок, но один с Глоком не воин. И сейвит Плопски. Сейвит Плопски вот так вот. Тоже не супер, я бы сказал, логичный раунд. Но Фейсы закупились, и это приносит свои плоды. Нет, они даже не закупались. Ну, то есть они оставили себе денег на следующий. Нет, определенно. Они так распетляли экономику, что у них и так бай был в принципе конкурентоспособный, если вы фейсклан. И даже если проигрываете, ну окей, у нас все равно есть бай. Примерно это же было и у на IP в первой половине, который там один. Ну, может быть, два эко максимум отыгрывали. Ну, так, полуэко скажем тогда. Давай это так называть. Ни тебе, ни мне. Матч на паузе. Но это не тактического характера. Не тактическое, да. Что-то непонятненькое там произошло, пока информации нет. Все двигаются на респе. Вот, а что сейчас делать в команде NIP? Ну, это тоже, пожалуй, вот такой бай будет, да, полубай. Когда у тебя плопский засейвил, когда у тебя… Ну, плопский дропнет. Не, нормально будет. Почему? Смотри, у Лекра есть деньги, у Реза есть деньги. Плопский дропнет. Все, и у тебя все отлично. Четыре девайса точно будет, да, получается. Даже пять получается. Навку дропает. Ну да, да, все выходит. Так, подожди, а что там Калдзера делает? Я ничего не понял. Я смотрю, откуда у него Кольт, думай. Что произошло? Ну, такое, кстати, бывает уже не в первый раз, да, что иногда бывает два одинаковых игрока в холлсбарах. Ну, именно в те моменты, когда матч ставится на паузу. Вон, два Рейна как раз-таки в фейс-клан прямо сейчас. О, радует, что 10 игроков на сервере стабильно. Это нормально. Так, ну, здесь три калаша. Я, короче, четыре четыреста. Ну, единственное, понятно, что там по пятому игроку у Ниппов. Что-то там с Твист. Именно он будет перезаходить. Ну, а пока же мы напомним вам, что Твиттер по хэштегу Мейнкаст все еще ждет ваших невероятно смешных мемесов, если вы готовы. Ну, или просто можете с нами связываться, задавать какие-то вопросы или, наоборот, выбрасывать интересную статистику по хэштегу Мейнкаст. Можете писать Баффику в Твиттер мне, Ленина Эви ТВ. Будет здорово. Ну, и вообще свои прогнозы выбрасывайте, потому что Баффик отчаянно верит в победу НП со счетом 2-0 по картам. Слушай, ну не то, что прям, знаешь, отчаянно, конечно. Отчаянно надеяться. Да, но я все-таки рассчитываю на то, что НП вот настолько зажглись, что у нас... Да слушай, мы уже получили боевую карту, как бы там ни было. Уже это боевая карта Мираж. Это уже не тот результат, на который, наверное, многие рассчитывали, что Фейзо тут просто будут размазывать оппонента, и все будет получаться прям для них оптимально. Но сейчас мы наблюдаем ситуацию, в которой реально НПы дают бой. Притом они, как ты уже отмечал, ведут почти на протяжении всей игры. Ну и еще раз нам напоминают, как выглядят шведы. Я думаю, с ними уже все знакомы. Радует, конечно, радует этот составчик. В частности, Твист. Несмотря на то, что он по-прежнему довольно молод, это невероятный олд шведской сцены. С самого старта он практически в CSGO играл, ну и уже тогда его любая команда хотела заполучить. Я, правда, не знаю, с чем связано, что Твист выступал не сразу. Но зажигал он не по-детски. Был у него небольшой спад. Хотя успел поиграть, конечно, и в команде Фнатик, в Годсанд. Ну и сейчас вот в NIP. Ну, по крайней мере, радует, что знаешь, у него нет спада. То есть многие игроки, которые там играют на старте, у них что-то не получается. Они уходят там в небытие, как это было с некоторыми другими, вроде там, Хампуса того же. Ну, он тоже такой озорной игрок. Мне кажется, вообще-то вот шведов есть где-то, да? Поиграть там где-то, почудить, попробовать. Ну вот сейчас я их всех сделаю. Такой GV-style. Да-да-да-да-да. Мне кажется, в этом что-то просто есть. Ну, вот то, что пистолетку взяли Фейзы, я думаю, очень большой буст для них. Потому что, учитывая, что они до этого три проиграли и счет первой половины, вот эта пистолетка была чрезвычайно важной для Фейсклана. Друзья, у вас есть любимый игрок именно шведской сцены? Ну, если это... Я думаю, знаешь, что половина сразу Форест будет. Конечно, это Форест, наверное, самый легендарный в данный момент, самый стабильный игрок в этом отношении. Ну, а мы по-прежнему ждем. Так, ну, вроде Твист вернулся, кто-то из игроков Фейсклана сейчас ливнул. Может быть, изначально как раз у Фейсклана вылетал мистер Броки. Ну, у него не очень хорошо по стрельбе складывалось. Там первая половина карты Демираж. Возможно, проблемы технического характера именно это и обусловили. Имею в виду не очень хорошую статистику. Но, с другой стороны, давай вспомним, как у него дела обстояли на оверпассе. В защите он был прекрасен. В атаке он тоже выпал. Поэтому я смелюсь предположить, что как раз господин Броки нам и покажет игру в защите со снайперской уже более четкую, более понятную. Потому что в атаке, что на оверпассе, что здесь, на Мираже, Броки явно не хватало со снайперкой. Ну, а пока я вижу интересные варианты по поводу шведских игроков. Например, Ибрагимович. Или спавн. Есть такое. Что тут еще? Бролан. Вот, видишь, несмотря на молодость, уже завоевывает сердца СНГ болельщиков. Оно и понятно. Ну, здесь гитрайт. Дважды все-таки лучший игрок. С Ибрагимовичем красиво, безусловно. Делпан. Делпан, на самом деле, он был моим любимым игроком еще в 1.6. Слушай, это же он был на читерстве по МН, да, как это раз? Не-не-не. А кто же был? Кто-то же был такой. Ну, в Швеции таких не было. Не было, да? Келли. Кукли. Это француз был. А, все-все-все. Который тоже нереально раздавал. И даже... Ну, вот, интересно, что в онлайн он раздавал, а как-то приехал на LAN. Кукли-то очень прям старые, да, времена? Да, да. В 14-м его забанили. И, кстати, и после этого у Титан был состав, после этого Титан вообще куда-то пропали. То есть организация вроде неплохая, а твой игрок пойман на читерстве. Понятно, что с тобой уже дело иметь никто не захочет. Я как раз пытался это время вспомнить. Такое достаточно уже старое, можно сказать, по меркам киберспорта. Быстроразвивающий гуся. Броки попадает. Ну, ножка была, видимо. Лекарь тут живой остается. Хотя Броки, конечно, урон нанес. Ну, и главное, что у нас игра возобновилась. Но с вот такого преимущества начинают, можно сказать, поисклан в виде потери хитпоинта у Лекара. Но, знаешь, Ника уже показал на карте... С одним КП можно делать. Да, что тут пока тебя не убили, ты можешь делать ветер. Так, что на IP потусовались немного по карте. Оставили двух игроков на центре. Забрасывается пока окно. За секунду до раскрытия СМОКа пытался со своим АВИКом что-нибудь сделать Броки. Но, ясное дело, в дыму здесь особо не повоюешь. Соответственно... Это похоже на сплита пока что. Лично я наблюдаю эти движения не первый раз от команды на IP. Что-то подобное в плане атаки видел и против Фнатик. И в итоге это сплита. Действительно, Броки забирает плопский. Но тут приемков из клан. На А пока работает безупречно. На АВК выскочил, но его товарищи по команде уже погибли. И вот то, что не удавалось и на IP, наверное, это нормальная такая понятная оборона базы А. Сейчас очень хорошо получается у команды Фейскала. Которые, вероятнее всего, должны выходить вперед во второй половине. Нипам придется сливать так или иначе. Все-таки закупались ноль. Не то, чтобы бай был плохой, но их раунд не сработал. Поджим с беттем временем от Калдзеры. 10-10. Ну и одиннадцатый должен уходить. Красава Броки. Перезаходил на сервер и сделал два фрага. Так, ну здесь, правда, показали 955 единиц урона. По-моему, это тянет на рекорд Гиннесса. Когда ты за два убийства даешь 955 урона. Что-то, по-моему, у заперника явно не так. Какие-то проблемы. Какое-то волшебство. Авата Кедавра никогда в Гарри Поттере было. Это новая броня. Так, окей. Нико довольно опасно играл на центре карты. Несмотря на то, что у него на прикрытии полброки мог бы подставиться. Но все закончилось хорошо. Нико сжигает Плопского. Перед ним взрывается граната. Его это вообще нисколько не смущает. Он идет в атаку дальше. И вот сейчас, кстати, один из моментов, когда засчитала прострел в дымы. Но, по факту, Ника прекрасно силуэт соперника в этом дыме видел. Ну, если честно, я сразу подумал, что сложно, наверное, реализовать отображение прострелов Смоук только в тех ситуациях, когда ты не видишь соперника. То есть, так, наверное, должно было быть. И так, вроде, могло бы быть. Не, я имею в виду, так и должно было быть, что если ты видишь соперника, прострел все равно в дымы засчитывается. То есть, по факту-то, прострел через дым был. Это факт. Вот, ничего удивительного. В любом случае, спасибо Valve за инициативу. Не, это нормальная фишка. Я думаю, что ее в любом случае, я же говорю, я думаю, что ее будут дорабатывать, так или иначе. То есть, в любом случае, там какие-то будут моменты всплывать, какие-то косяки. Ну, это просто новая фишка. Поэтому сделать ее сразу безупречной довольно трудно. Я думаю, что как раз сообщество, там, и комментаторы, и игроки, и сообщество будут отмечать все эти вещи, которые, кажется, на их взгляд, странными. И они еще будут дорабатываться и видоизменяться. Так, ну тут подсказывают, что это за 20 раундов. Нет, там было написано, что это за раунд под номером 20. Как-то так. Ну, потому что, я не знаю, это, по-моему, вообще в первый раз, когда выводили бы, там, знаешь, урон за 20. Потому что есть... Ну, вот эта статистика, она же такая же, по сути. Да, да, да. Есть понятие АДР, и оно отображает, как бы, за 20 раундов средний внесенный урон. Не общего, там, побольше должно было быть. Как-то так. Ладно, снова проверка на прочность, пушится центр карты. Вот насколько активнее все-таки с центром работают фейс-клан, нежели на IP в первой половине. Но тоже не во всех раундах. Но тоже не во всех раундах, видишь? Вот буквально последние два раунда Рейн у нас активно выходит на мид. И на этот раз с Колдзерой работает в паре. А до этого я бы сказал, что тоже не особо фейсы там жестко цеплялись за мид. Но миксуют раунды, это правильно. Всегда что-то видоизменяет в своей обороне. Вроде законтролили. Так, интересная расстановка под B. Потому что на выходе из шорта стейтолов контролят ковры B. Довольно открытая позиция у Колдзеры. Броки на коннекторе ждет выхода соперников как раз-таки на мид. Сказал, кое-что и на А могут проблемы возникнуть с такой расстановкой. Потенциально. Это контроль ценоправленный мид с трех позиций, считай. Два игрока в коннекторе. Ну, с двух позиций, но именно трех игроков. Два в коннекторе, один шорт. Ну, наконец-то позиции начали менять. Ха, но тут ситуация такая, что один дым есть на выходу NIP. Есть как бы три молотова, именно в это инвестировали шведы. Это печально, это печально. Да и вот перестроение от фейс уже пошло. Дым залетел. А, ну это фейк. Ой, какой интересный фейк, на который фейс, по-моему, не повелись. Лекра. Ему здесь нужно жить как можно дольше. По-моему, фейсклан сориентировались в ситуации. Плопски не проверил. Вот опять позиция не самая стандартная от Олафа. Сейчас реально сыграла. Минус по нему. Тут попробуй еще Колдзеру найди на этом пинче. А вот он и сам делает фраг по твисту. Не, походу все-таки с такой атакой третьей карте быть. И вроде фейк был, а фейс на него и не повелись. Да, фейс очень четко, так знаешь, отыграли худнокровно. Никто никуда особо не дергался. Очень своевременно они перестроились с мида, да. Вот когда они активно мид контролили втроем, считай. Они поняли по таймингам, что ну кто тут уже будет мид выходить. Если будет, то один игрок с ним справиться должен. И разбежались по позициям. Очень здорово. Ну и все, тактический тайм-аут у нас берут непы. Пора бы, пора бы. То, чего особо и не нужно им было, да. На оверпассе здесь приходится прибегнуть к тактическим каким-то вещам и обсуждениям. Так, так, так. Ну, вроде бы экономика позволяет там и Плопскому докупить калаш-армор. Так в этом-то и фишка. Они вроде докупают, но вот в прошлом раунде не хватало раскидки. И в этом есть потенциально такой вариант, что где-то не хватит чего-то. Ну вот, например, Плопске покупает первый армор, покупает дым-флешку. Пока у них, например, имеется два дыма и один молотов. Так, по-моему, сейчас что-то быстрое будет. Смотри, маг десятый. Наверное, сейчас твист просто будет вываливаться. То есть даст гранаты. Или даже вывалится даст их второй волной, в случае чего тиммейты подберут. Всякое может быть. Хотя респаун у него явно не первый. Но раунд будет быстрым. Это уже наверняка. Возможно, NIP снова дожидаются поджима в центр. И этим обусловлено такое решение. Но пока вроде бы получается неплохо. Давайте-ка посмотрим. Фрага Треза, фрага Тнавка. Здрасте. До свидания, говорит Нико. Два килла в ответ. И это все равно 3 в 3. А начало было такое многообещающее. Согласен. И бомба будет поставлена. Конечно, тут молодец Нико, который как-то уравнял хотя бы составы команд. При этом еще Легра остается красным. Дым пытается работать колдзера. Но никого здесь он не прострелил. Нико уже в КТ. Вместе с товарищем по команде. Рядышком располагается и Олаф. И где-то тянется там издалека колдзера. В шорте стоит. Пойдет через коннектор. На Афку нужен фраг. Но, по-моему, оппозиция под корами должна была быть известна. Однако, Ника чекает ее только после потери тиммейта. Твист вешает хэт к колдзере степом. И это 11-12. Ну вот, прямолинейный раунд сейчас сработал. Я не могу утверждать, что они будут и в дальнейшем столь же эффективными. Но сейчас, то есть вместо того, чтобы ползать по карте, скажем, ползать по сильнейшей карте команды фейсклан и отдавать инициативу им в руки, NIP не оставили такой возможности. У нас не самый лучший бай, но мы раскидаемся, выйдем. Делаем, что должны. И будь, что будет. Просто знаешь, мне понравилась твоя идея именно в фаст, потому что и у вас оружие появилось, подходящее дополнительно, вот это скоростное, просто бегаем, стреляем. И плюс раскидка была скудная, если честно. Поэтому, ну что, тебе надо вот сейчас все это сделать, выход организовать, иначе останешься ни с чем. Теперь все-таки у них раскидка уже жесткая. У них много гранат, они могут использовать на протяжении всего раунда. Какие-то позиции повыбивать для себя, пособирать информацию. То есть понятно, что там просто фаст уже даже вынужденный был раунд. И он сработал. И плюс, конечно, ты верную мысль тоже озвучил, на мой взгляд, то, что дважды файзы играли агрессивно мид. Броки забирает Лекра. Опять же Броки, у которого в атаке почти ничего не получалось с ВП. Тут дает преимущество своей команде. Важно под Олов они подставятся, шансы выйти на бой. Все еще не нулевый. Олов подставляется сам. Прочтут ли здесь Калдзеру? Нет. Очень странно. Ведь подобные сетапы Найпи разыгрывали. В первой половине Броки вездесущий. Он сделал один фраг, по-моему, где-то на центре. Сейчас Твист забирает Калдзеру. Броки промахивается. Но разменяться некому. На самом деле Навк еще не успел. Можно отойти. Можно отойти. Там, правда, Навк погибает. Вот я думал, знаешь, сейчас уже два игрока под Б. Навк сейчас подойдет к коннектору, вскроет А и можно будет поиграть. Но Навк погиб. Он шел по шорту и игрок как раз с сайта А, ближе к коннектору. Ну, даже ближе к головам, я бы сказал, в данной ситуации. Рейн справляется. Но эта перестрелка была невероятно важна. Твист попробует. Так, и посмотрите, пошел на точку А. Он знает, что красный Рейн, по идее, остался. Потому что ему товарищ должен дать инфу, что я стрелялся, но, извини, немножечко там не дострелял его. Ну, вот позиция такая назойливая у Рейна. У Твиста нет времени, на самом деле, здесь все проверять. Он устанавливается в дым. Как минимум, экономику заработал. Рейн, конечно же, не будет подставляться сам. Будет дожидаться тиммейтов. И Твист берет инициативу в свои руки. Становится на приемку Сити. У Фейсклан. На самом деле, есть и два дыма, и зажигательная их АЕшка. Твист заметил, правда, много времени потратил. Три процента здоровья. Два. У-у-у! Находит голову Нико. Он красный, но при этом Броки пока с авиком. Броки пытается дергать. Броки с авиком, а там два хп. И времени катастрофически мало. Твист! Ай, повелся Твист. Броки дернул его, и Твист тут. Так. Успевает. Эх, Твист. Успевает Броки, пардон. Да, но сам факт, конечно. Найс трай, найс трай. По-любому. Ну, это жестко, да. Да, там не было просто вариантов. То есть могло показаться, ой, что Твист на последние секунды. Он не понимал, Дефису ЦТП или нет. Конечно. Но вот этот момент, он вообще тут мог бы тоже отъехать. У него два хп было, но как он Нико тут голову нашел. Это фантастика. МТ по-любому. И, опять-таки, надо отметить, забери он Рейна пораньше, а его бы не так быстро забрал Броки с пистолетом. Соответственно, раунд мог бы быть выигран. Но опять, если бы, да кабы. И благодаря бомбе все равно есть деньги. А плюс ко всему, выиграя его, Твист сейчас настолько напряг экономику фейсклан. То есть выигрывая сейчас, и фейз уже остаются в не самой приятной ситуации. И можно сравнивать будет. Да. И снова прямо линейный довольно раунд готовится. Не даже чтобы супербыстрый, но без излишних поползновений, по карте. Раунд пода сработал. Давайте попробуем снова. Раскидаемся, выйдем. Все-таки флешек полно. Да, дымы полетели по всем основным позициям. Игрока главное под коврами здесь забрать тоже. Рейн сидит прямиком на ящике. Надо его расконтролить обязательно. Броки забирает Резер. Рейн работает и забирает плопски. Еще не трогает никак Лекра Рейна. Последними патронами забрал Лекра. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опять-таки, респект команде NAP за попытку, за придумку. Но Рейн слишком хорош. Позиции подкарали. И NAP уже просто горит. Он рассчитывал кого-то забрать. Мы так понимаем, он уже забил. Типа, черт. Ну, что ему там, Галил сейвить? Что делать там-то? Просто стою, сгораю. А вдруг кто-то подставится? Ну, еще раз можно сказать, что вот эти раунды не давались в обороне команде NAP. У Фейзов все же это получается. В чате 3-2-2 пишут. Молчан в молнике стоял. Фраг хотел сделать, друзья. Хотел сделать фраг на неожиданности. Вот зачем стоял. Так, дикло обсуждение. Вторая пауза. Вот NAP. Ну, тут уже нет опции докупаться полноценно, потому что на пистолеты были деньги потрачены. Но вот что делать с пистолетами? Преза не видно. При том, как он был хорош на карте оверпасс. И как же его не хватает сейчас. Опять же, скорее больше в защите все-таки, чем в атаке. Там как-то, наверное, больше вариантов побегать было, пообходить. У него там карта, геометрия карты более подходящая для его геймплея, видимо. Здесь как-то действительно не удается. Так. Ну что, друзья, верите в камбэк? Или все-таки в третьей карте быть? Ну, вообще, конечно, хочется третью карту посмотреть. Я, знаешь, там, я верю в непов, но тем не менее, вот, по логике того, как у нас события идут, мне кажется, третья карта была бы весьма правильной здесь. Ну, конечно, сейчас возмутится добрая половина зрителей, которые болеют за NAP. Но тем не менее. Всегда кто-то будет возмущаться, чтобы ничего не поделать. Тут у нас противостояние, ничего не поделать. Тут я согласен. Ну, фейс-клан, кстати, перестали играть в быструю мидл, в пуш. Ну, и понятно, экономика читается, можно просто контролить. Это и происходит. IP сейчас еще пройдет, наверное, секунды 10-15. Будут перегруппироваться. Станет очевидно, что фейс-клан в поджимы не пойдут. Гляньте-ка на Навка. В одном из предыдущих раундов, по-моему, в форсе или в плохом бае от фейс-клан, он стоял поближе к пелосу. И тогда его сразу два игрока в фейс пропушили, не дав тому возможность даже, ну, хоть кого-то забрать до своей смерти. Соответственно, сейчас играл в контроль. Ну, фейдут в сторону ба-дома, очевидно. Сюда смещается вся команда NIP. Там поджигает гранаты, дает игрок защиты. Плопский чуть-чуть съел гранатку, так кусочек осколка залетает в него на 6 хп. Но команда уже подтянулась. Дал информацию Плопский, что была, точнее, одна зажигательная, и одна граната залетала со стороны защиты. Можно выходить. Так, а флешки-то неплохие, два дыма остается. Но резы здесь должны разрывать. Плопский так забирает Олафа, колд без прикрытия. Он при этом приперт к стенке. Будет ли фраг? И тэп не залетает. Как Калдзера живет все это время? Вот, наконец-то, Плопский подобранный АК. Но все-таки Ника успел сместиться. Соответственно, фраг одинка, второй, брок и третий. Ну, просто раскидали налево-направо. 15-11. Четыре раунда подряд нужно NIP. Да, и причем я смотрю на экономику фейсов. Там у них и на этот раунд, и на следующий нормально денег. То есть они сейчас играют с баем, и в следующий раунд они тоже, очевидно, будут иметь бай. Даже в случае досадного поражения. И в итоге NIP'ам надо сейчас минимум брать два оружейных подряд. Это уже тяжело. А там и третий, потому что надо догонять и на 15 выходить. В общем, три оружейных для NIP'ов. Это, я говорю, чисто если еще и сейвов не будет. Во что, конечно, верится с трудом. Да, при этом два айвика. Вот, играешь через центр. Неплохая хаешка залетает. На твиста. Ну, немного даже лекра дамажили. Так, Ника. По-моему, понял, что его вскрыли. Вместо того, чтобы просто уходить, дал флешку. Развел твиста на выстрел. Рез забрал Ника. Ола внезапно оказывается вандери с айвиком. Тайминг минута 30. Игрок защиты вандери. При этом это игрок защиты с B. Не было прикрытия. Ну, то есть, обычно кто-то остается на контроль поджима с B дома. Здесь этого не было. Олаф сориентировался в ситуации. Броки под коврами. Но его выключают довольно быстро. Хотя Рейн в Пелосе. И этот момент может стать сюрпризом для игроков на IP. Ну, обычно Рейн находился вот в этой позиции, где сейчас Броки погибает. Поэтому, возможно, Рейна еще и будут ожидать здесь. Ну, по крайней мере, мысль такая может появиться в голове. Должна появиться. Ну, не смотрит никто. Настолько редко игроки защиты занимают Пелос. Но не хватило сейчас реально контроля карты Непам. Несмотря на это, ситуация 3 в 3. И контроль центра Твиста. Здесь может серьезно пострадать Олаф. Твист ждет Олафа. Бомба до сих пор не стоит. Рейна все-таки обезвредили. Наконец-то. И Лек расправляется с Колдзерой. Правда, Олаф Твиста убил. Ну, и ситуация 1 в 2 для Олафмейстера. Ну, я не потащить, наверное. Хотя это, конечно, Олаф. Может, на сейв. Ну, попробуй. Ну, хочет Олаф. Может, кто-то подставится. Один в один уже на опыте можно разбирать. Все-таки очень серьезный клачер. Очень мощный. Проверил. Вроде возможности нет. Времени уже осталось. Да, взрыва бомбы. Эх, Олаф. Наигрался. 4600 у него осталось. Да, ну, как мы уже и говорили. До этого раунда все равно байтом, по идее, должен плюс-минус быть. Нет. Фейзы могут сейчас один, я думаю, отыграть Эко. Там, я смотрю, у Броки, у Олафа деньги-то, конечно, в порядке. Но вот Калдзера, Ника и Рейн закупаться тут явно не хотят. Поэтому это Эко. И какая вот парадоксальная ситуация сложилась. NIP реально отпустили контроль карты. У них не было контроля B дома, откуда поджал Олафмейстер. У них не было контроля A дома, куда поджал Рейн. Оба игрока нашли по своему фрагу. И все равно NIP выиграли, еще вдвоем остались живы. Ну, видишь, опорные позиции тут разменов не давали. Просто погибли, поэтому так и вышло. Вроде игроки, которые как раз прожимали-то, они успешно сыграли. А вот опорники без размена погибли. Это подвело. Опорники оказались топорниками. Или что-то вроде того. Но здесь разрыв до двух раундов сократится. А доп уже вообще другая игра. Тут расслабляться, конечно, не стоит. Но насколько все-таки команды стоят друг друга в рамках второй карты? Ну, про третье мы не говорим. Я же говорю, если кто-то ожидал, что тут NIP будут сложа ручки. Просто или там закатав рукава действовать. Ну нет, тут такого не будет. Здесь все очень серьезно. NIP дали бой Fnatic. Они показали, что они могут. Да, можно сколько угодно говорить, какие там Fnatic, и что они плохо выступили в групповом этапе. Но факт есть факт. Да, факт есть факт. Это все равно прибавляет тебе какую-то уверенность в своих действиях. Тем более в таком важном матче для соперника, и с другой стороны в матче, который для тебя мало что значит. Ну, типа ты просто избавился от очень серьезного конкурента, который потом так посыпался. Но здесь респект к JV, он реально извинился. То есть стыдно немного было за их игру. Но пока Олов. Здесь вообще стак на B. И на IP, кстати, могут попасть в ловушку. Очень неловкое положение сейчас для NIPOV. Может быть, действительно. Выходят, видят броки. Но броки обезвеживают сразу. Не ожидают вообще игроков настолько много здесь увидеть. Но когда вот уже Рейн показался, где-то, наверное, все это понимание стало очевидным. Плопский сел устанавливать бомбу, заметил Колдон. Не-не-не, я пошел. У меня там тиммейт есть на шорте. Он сейчас все сделает. Разберется. Здорово. 13-15. Слушай, так получается все-таки один оружейный, да? Если не будет сейвов. То есть, действительно, если не будет сейвов, то я ошибся. Получается, я говорил, что если не будет сейвов, все равно будет три оружейных. Да, да. Выходит, что если они не будут сейвить, то у них может быть неловкий момент. Ну, это экономика 2K20 года. Да, да, да. Для защиты она реально неприятна. Не, ну просто, знаешь, там, ну вот подсейвить в том моменте, даже когда они вот пропушивали, там, да, можно отдать раунд подсейвить. У тебя была бы экономика стабильная, мне кажется, до конца игры плюс-минус. Но было желание. Даже с Амиком, когда 1-2 Олаф был, потенциально-то на сейв имелся и имелся. Ух, Рейн, сейчас в глаза смерти смотрел. Но увернулся от старухи с косой. Все нормально, еще поживем. Надо отметить, что гранат на порядок больше, конечно, у NIP. При этом поджимы также ожидаются. Здрасте, Плопский, его пропустили на кон. Кстати, очень интересный момент. В прошлых раундах Фейз укрепляли коннектор вообще вдвоем. Это правда. То есть стояли, не оставляя никаких шансов. Сейчас отпустили контроль, и это моментально принесло результаты для NIP. Но пытаются закрывать позиции. Не торопятся с решением NIP, куда же они будут выходить. Но посмотри, где находится Плопский. Плопский уже на голову прорвался. И здесь готов смотреть. Прага Треза. К Рейну Навг должен быть готов. Это хэт. Навг. Вот это стрельба, вот это выход. Олаф показывает свою позицию тоже, и Навг его тоже забирает. 13-15, которые сейчас превратятся в 14-15. Такие показатели в этой игре на мираже. Команды нас сегодня радуют неистово. Причем радуют, пока, наверное, больше не бы даже. Так получается. Да, по-любому. Фэйзы-то 15 взяли, но какой бой дают эти монстры. Да, и самое смешное, что при счете 8-7 на оверпассе Фэйс Клан не пробили даже ТБ. То есть на оверпассе их как бы не было. А здесь на мираже такая борьба. Ну, NIP, это серьезная заявочка. Причем, смотри, судя по всему, есть ощущение, что хотят еще и Броки обнаружить, как-то девайс у него забрать. Понимают, что с деньгами проблемы-то будет. И отдавать тяник просто так не хотят. Следующий раунд загоняют Броки. И посмотри на финансы Фэйс Клан. Тут о БВП речи и быть не может. Чего уж там о БВП говорить. Тут и о автоматах речи быть не может особо. Все очень-очень печально для Фэйсов сложилось под конец. Так, шведы, сейчас главное Б не пушить. Вот сейчас главное не пушить Б. Спокойно отыграть, выдохнуть. Слушай, сколько же я таких матчей прокомментировал во время группового этапа. Я думаю, да и ты тоже, у тебя там они попадались по-любому. У нас на моей памяти самая шикарная игра была. Это Даст 2. Мы все не комментили. NIP против Дигнитас. И там просто нереальный камбэк. Как раз от Old NIP, скажем так. 15-14 счет. Они берут на 15-13 экономический. 15-14 счет и капитан колет. Гоу Б просто. Ай, я видел этот раунд. Как я пояснюю. Мне было искренне больно. То есть они нереально там закомбэчили. По-моему, с 15-11. И просто на 15-14 фаст Б пошли. Мистер Гзистер со своими коллами с 2014-го. Это как когда был шоу-матч Na'Vi. Буквально когда там позавчера. Да, как Земс рассказывал. Когда они там три раунда на допа. Говорит, пошли. Все будет нормально. И ведь выиграли. Так, ну а пока важнейший раунд для команды фейс-клан. Да, и для NIP тоже. Все-таки выход на допы. Это вполне может их порадовать. Ближняя позиция от Рейна в поджиме Пэлоса. Ну, конечно, твист туда посматривает. Здесь поджимы вполне ожидаем. И тем более, что это уже было. Мы помним, Рейн туда вливался. Делал ветер. Минута раунда уже прошла. Стараются разыграть максимально осторожно NIP. Это видно по их позициям. По их парной работе. Обрати внимание, что везде готовы к разменам они. То есть даже не в одиночку разберлись по карте. Стараются играть парно. Только один игрок. Находящийся, кстати, у нас в шорте. Ника забирает Реза. Но сразу разменивается. Клопский. И переводится на брокки. Очень красиво. Но Рейн в спине. Рейн пошел в спину. У него МПшка. Он сейчас реально может забрать двоих. Барабанная дробь. Здесь немобильный твист. Рейн идет на сбежание. Но получает разворот. Друзья, это второй провал. От запирающих тыловых игроков. Боже правый. И здесь Олаф такой через пол карты. Ну, я, конечно, с магом и с Юспом. Что бы мне взять. Раунд это не спасет в любом случае. Матерь Божья. А там Ника или Рейн был? Я не могу вспомнить. По-моему, тоже Рейн, да? Не-не-не, был Ника. Был Ника, когда он, ну, типа, сделал один фраг, но не тогда, когда должен был. Да-да-да. И сейчас Рейн. Ай-яй-яй! Что за матч? Твист просто поворачивается. Просто поворачивается. Понимаешь? Знаешь, в чате уже пишут, типа, не надо, стреляй сразу по нему. Стреляй сразу, не жди, братан. Были бы Фнатик, уже бы НОф доставал. О, это фантастика просто. Что, едем, друзья. 15-15, шоу Counter-Strike и праздник Counter-Strike в плей-офф продолжается. Первый РМР-турнир дарит нам невероятные эмоции. От неожиданных результатов в грубом этапе до вот таких шикарных матчей в плей-офф. Итак, сейчас допы. Пока для фейсклана все еще ничего страшного не произошло. Забираешь 4 из 6, переводишь все на третью. Но и на IP, ты неоднократно это подмечал, и это видно, выглядят несколько более заряженными. Особенно в такие моменты, как с Рейном, это не может не воодушевлять. Да, но он так повернулся, там, знаешь, я в шоке просто. И Рейн, я думаю, в шоке еще больше. Мужик говорит, ну куда ты поворачиваешься? У тебя в пуэнте проблема. Да, но знаешь, с нашей точки зрения предпосылки для этого разворота были. Конечно. Мы помним, что Твист контролил реально Пэлоса, и он понимал, что поджим этот будет. Просто тайминг, ну реально служил себе в пользу. Вау, да что это? А это МК против Калаша. У Сережных Аймеров, Олаф на спряжении. Ну вроде мог бы постелить двоих в рядок, уронно внес из ряда, но теперь база Б практически свободна. Смотрим за Ника. Отбрасывает Молотов, его контролит Твист. Контрольный. И это 4 в 2. А не будем забывать, что система ТМР-3 10к. 10к, 10к, да. Система 10к. Надо сейвить. Именно потому, что сейчас Костя озвучил. Мы каждый раз об этом говорим. Если честно, для меня все еще остается загадкой, почему бы все-таки не изменить эту систему. Ну да ладно. Правило Valve. Как говорится, жираф большой, ему виднее. Да, но это, знаешь, еще один такой сомнительный довольно для меня момент, что на финалы мажоров всегда отводится отдельный день. И при этом, опять же по правилам Valve, они проводятся всегда по системе Best of 3. Для меня это тоже большая загадка. Все-таки в один день можно было сыграть Best of 5. Особенно Костя, учитывая, я дополню твои слова, учитывая, что у нас сейчас все команды топ-уровня по 6-7 карт играют стабильно. Да, еще учитывая тот факт, что финалы мажора очень часто, я бы сказал, даже зачастую заканчивают как-то в одну калитку. Типа, знаешь, на первой карте может быть какая-то борьба на вторую 16.2, 16.4, потому что все-таки это серьезное давление на некоторые команды. Best of 5 выглядел бы намного более полным. Ну, может, как-то хотят, знаешь, дополнительный вес прибавить именно тактике карт, да, вот насчет того, что какую карту мы уберем, то есть какой-то вот этот банпик ситуация, вот ее как-то пытаются выделить. Карты-то не меняются годами. Согласен. Согласен. Можно придумать. Разве что расширить тогда пул, да, и вот тогда Best of 5 еще интереснее будет смотреть. Тем более. Итак, центр карты. Здесь фейскланы играют втроем. Но их должны просто разрывать. Лекра Йонас Олафсон сейчас разорвал его отца Олафа. Ну, просто жесть. Есть размен от Броки, но 4 в 3. Полностью ситуация устраивает Нипов. Так посмотрите, у них еще и твист под Б. Ну, хотя вот тот факт, что он сайвиком, не позволит ему, конечно, поджай. Так что ситуация с подсадкой для Калдзера выглядит безопасной. Ну, Рес посмотрел и туда. Он законтролил подсадку. Здесь надо отдать фейсклан должное. Они заняли такую траекторию, когда бы их просто нельзя было проверить с центра. Тем не менее, Кость, посмотри, где находится уже Рес. И тут он будет дергать довольно жестко. Ника пропушивает. А тут нам сидит. Ну, Ника. Оу. Вот это да. Ну, сейчас Плопски второй волной не будет здесь ожидаем. Хотя Ника просто выныривает из ковров. Ну, вот Рес. Да, это позиция. Как раз то, что он забрался в окно. Сыграл очень четко. Так, 2 в 3. Ну что, тут уже нужно попытаться, наверное, выбить. Галактика в опасности для фейсклан. Нужно что-то делать с этим, guys. Рес. Он проигрывает перестрелку Колду. Теперь 2 в 2. 40 секунд. Плопски за дефолтом. Его тиммейт с авиком на яме. Найс, прострел. И выпад от Плопского. Для Броки слишком сложен был этот выстрел. Да, еще и флешка от Виста залетела, как ты знаешь, практически в идеальный тайминг. Но тут действительно на прострел работал снайпер. Колдзера. Конечно, попытается, по всей видимости, доиграть. Хотя я смотрю на деньги. Костя, есть вопросики. Но он забирает Виста. Ситуация уже 1 в 1. Да нет, 2 патрона. Ну, тут нужно или в голову, или Плопский тебя просто... А даже выстрелить возможности Колду не оставили. 3 800, 3 500. Да нет, ну он у Рейна 8 000. Все ок. Все ок будет на последний раунд. В плане девайсов. А вот в плане его победы далеко не факт. 27 на 20 идет Плопский. Против команды Фейс Клан. А я там упомянул, так вскользь, знаешь, по поводу экономики. Но вот сейчас посмотрим, что там Фейсы понабирают себе. У них, по-моему, только 2 девайса получается, потому что я видел. Ну, 3, да, где-то, наверное. Все есть. Больше, все. Ну, там есть 8 000. Там, по-моему, просто у одного 800 оставалось, или что-то около того, или 700. Ну, как раз, наверное, от Колдера, который вплотную это и закупился. Все ок. Да, все ок. Все ок. Можно... Даже киты есть. А это иногда такая роскошь бывает. Да, у нас вообще нормально, как бы, без второй брони играть. Так, клевый поджим на старте от Нико. Но, по-моему, Нав как раз тем и занимается, что контролит этот поджим. И вот сейчас бы... Не, наверное, Нико просто займет эту позицию, да, дальше пушить в спаун не пойдет. Все-таки и до этого поджима ожидали, соответственно. Сейчас для Нико было бы смерти подобно. Но его ближняя позиция позволяет собрать аудиоинформацию. Хотя, конечно, игроки атаки, если уж выстраиваются под выход 2, в основном стараются не топать. Ну вот, Нико этот раунд как-то еще более осторожно, мне кажется, отыгрывает. Тут вообще на ранних таймингах никуда никто не пропушивал. Снова контролят. Не было там пуша со стороны защиты в Пелосе или был он. Но Нико подошел вплотную и дальше не проходит. Все-таки ближе к центру играют и ближе к Б. Видимо, что-то на сплит Б похожее у нас вырисовывается, да? Да, и при этом заходят в ковры под флешку. Вот у нас, кстати, был прошлый матч, когда, помнишь, говорили, что флешкой ты палишься. И вот как раз под эту флешку игрок номер 8 смещался. Тут Колд. Одного забрал, перелетела запоздалая флешка. Колду наплевать на это было. Два фрага на старте. Но сложный момент будет уже сейчас. Спина поджимается. Выпад от Олафа. Шикарная реализация Фамоса. Также останавливают Лекра. Но, увы, спалились довольно рано. При этом плана на этот выход какого-то нетривиального я не заметил. Так что 17-16. Но неплохая была защита у Нипов. Вот что надо иметь в виду. Ну, не смогли как-то с Колдом совладать. Вот если бы, возможно, эту позицию вскрыть удалось. Если бы сыграли там более качественно. Хотя бы в размен. Да, один в один. Это прям уже неплохо было бы. Но то, что Колд тут и реза забрал. И сразу перевелся, забирая также плопски. И флешка вот эта. Безусловно, ему не мешала уже никак. Ну, в итоге сплита-то и не получилось. Просто герки, которые оказались в Б-доме, они как в тире. Только они не стреляют, а они мишени. Он лука-малука. Но... Тем не менее, два в атаке взяли Нипы. Для них, учитывая, что они в защите как раз-то и действовали, мне кажется, весьма успешно. Ну, более успешно даже, очевидно. Да, 9-6 тогда был счет после половины. Два АВП на старте, Навка и Твист. Бесменные снайперы. Фейс, не встречая сопротивления, занимает тем временем центр. Ну и ранний подпуш от Лобска. Он, правда, далеко вперед не пошел. Ребята со стороны защиты просто отбросили дым. Кстати, уже прошел. Я не первый раз смотрю, что не боятся вот этой модели тоже с двумя АВП. При том, что 10к экономика. Но два АВП играют, как и играли Нипы. Твист услышал мидл. И на самом-то деле он сейчас ушел из-под своей смерти. Его простреливают на коннекторе. Но самое главное, что Твист унес ноги. Еще бы посидеть там 2 секунды, и оба разорвали. Очень, в очень хорошем тайминге запираются Феллес Аплента. И выпад от Реза. 13-й фраг, друзья, для него. И килл от Твист. Он запирает спину. Это 3 в 5 для Фейсклан. Рейн на коннекторе. Дает в антаб по Резу. Залетает Молотов. Рейн горит. 45-38. Твист уходит, и Лекарь сжигает Рейна. Вот это поворот. Тут еще и колл прямиком над Лекарь находится. И в итоге Лекарь может сработать. Лекарь готов подниматься. Но это не требуется. Там Навка уже Флдеру принимает. И Лекарь забирает броки. Это 18-й для НИП, друзья. У Лекарь был 3-й авик. И он буквально в последнюю секунду такой, нет, подобрал под собой кольт. Я не хочу. Мне это не нужно. Он говорит, guys, I'll save OP. Он говорит, не-не-не, у нас уже 2. Ну ладно. Первая пауза для Фейс. Вот это поворот. Это супер тактика. На допы оставляем. Было такое. Я постоянно люблю вспоминать, как Зоник на... Ну, они играли в очень затяжные допы против ЕГЭ. Он последнюю паузу на 40-м раунде вообще взял. Откуда она у него была? Ты знаешь, вспомнил. Да, у нас же пауза есть. Давайте что-то сделаем с этим. Хотя, по-моему, тогда Астралис проиграли. Причем ты просто таких матчей, мне кажется, берешь паузу, чтобы взять и полить водичкой на игроков. Это когда у тебя мотор перерабатывает, надо срочно его охладить. Но тут реально так получается. Ну, тут пока у нас первые допы, тем не менее, не очень близки к тому, чтобы 2-0 фейсов закрыть в этом матче. Невероятно близки. Один шаг остался. Фейс. Так, а что у них там? Я уже думал, сейчас на байф пятером просто побегут на морозе. Нет. Подостановились. Залетают ранние гранаты. И на IP в плане сдерживания агрессии все неплохо. И снова-таки Плопски идет на сближение с Б-домом. Правда, сейчас, в отличие от прошлого раунда с Б-базу, у него прикрытия нет. Он отпустил навка на ладер-рум вторым номером. Дал ближнюю гранату. Таким образом показал, что кто-то за дымом может вполне быть. Ну, это будет, знаешь, параноид фейс в каком-то смысле. Теперь они, может быть, и флешку набросят на китч, ну, и, по крайней мере, какое-то время потратить на его занятие. Так, Олов пошел. Залетает флешка. Очень здорово в плане гранаты на IP сейчас работают. В свою очередь две флешки фейс отправляют на центр. Смещения никакого от Нипов в Б нет. При этом халпа будет долгой, как мы видим. Более дальнюю позицию занимает твист. Как раз-таки к А точке. Все на плечах опорников. Плопски, Навк, тут еще и немобилен. Пошел расхит. Так, Навк пока что промахивается. Плопски под машиной, дает дым под себя. И два синхронных фрага. Прекрасная работа. На бенч при этом успел просочиться. Игрок команды фейс-клан урабатывает все-таки Плопского. Минус от Броки. Олаф Мейстер видит китчен. Это три в три. И времени более чем достаточно. Игорь! Твиста пострелил тоже. Дым кладет. Рез сразу отбрасывает тоже. Меняет девайс. Будет стрелять со снайперки. Попробует, по крайней мере. Лекро контролит. Лекро видел Олафа. Но Олаф сразу меняет позицию. Сразу прячется от прицела Лекро. Но проверил уголок. Теперь нужно заняться бенчем. Но последняя инфа, что кто-то под стеночкой был. Замечают Броки. Минус по Олафу. 1-1. Так, ну у Ника три фрага. И 72 хп. Залетает граната. 16% здоровья. Лекро. Ника берется. Что это за жесть? Найс. Типичный Никола Ковач. Еще вот эта гранатка залетает. Я думаю, ну все, дядя. Приплыл ты. И тут сразу в антапчик, голова. До свидания. Друзья, что за матч? Что за дива дивная? Не, ну после такого момента обязаны Физы просто еще один топ и выводить. Просто обязаны. Уж извините, но не верю. Нелекро. Ну вот тут, наверное, как это сказать, перебздел. Да, вроде супер красный соперник уже остался. Просто выйдем префом. Да, и он слишком медленно открывался. Но ничего, конечно, его не в чем винить. Делал все, что мог. Остался против Ника. Увы, Ника Квадрокилл. Это чувак, который вообще любую ситуацию может вытащить. 1 в 4, 1 в 5, не проблема. Для Ника. Ох, ну и дела. Ну и развязка у нас. Которая пока еще не ясна до конца. Все может продолжиться на очередных дополнительных раундах. Пока занимается центр. Твист с авиком ждет врывов ковры. А может быть даже дождется. Хотя Фейс понимает, что НИП большие любители играть в 2 АВП. Соответственно, этот авик можно здесь и ждать. Смотрите, какими стрейфами. Очень осторожно открывается колд. Так. Твиста заметил или нет? Наверное, да. Наверное, заметил, потому что сразу перестал эти стрейфы делать. То есть проверка была. Разрабатывает Ника. Размена Толлафа. Рейн вливается в смоки. И Калдзера дает хэд по броняющему Аплент Лекра. Ага, тут еще и видно кусок просто АВП. Просто дуло показалось. Плопски забирает броки. Плопски 1 в 3. Нам подарил чудо. Игрок атаки в прошлом раунде. Смотрим, что же подарит нам Плопски. Подарит ли вообще он что-то. Ну, пока... Мало на это, конечно, шансов и возможностей. Если Фейсклан дадут такое, наверное, не простят уже себе никак. Где-то половина времени установки бомбы уже прошла. Все, что может сделать Плопски, это дать фейк и погибнуть. 18-18. И благодаря Ника, в частности, ну и, конечно, прыть и Фейсклан в целом, мы все-таки выходим на вторые допы. Ну, жесткий, конечно, матч. И Нэпи понимает, что они сейчас запулили. Но с другой стороны, новые допы, новая игра. Давай так, тактических тайм-аутов еще предостаточно. И у них, и у других. В целом, можем тут и посидеть. Никуда мы не торопимся. Единственное, что у нас следующие команды могут немного волноваться, что их матч не по таймингу начнется никак. Ну, это, как это сказать, типичная ситуация, потому что в последних матчах пока, скажем, катки одного региона не закончатся, следующие не начнутся. Поэтому команды к этому привыкли. Ну да, есть такое. Команды с этим согласны. Фаста разыгрывают фейс. Но как-то так странно получилось. Хотя Ника в размене ничего страшного не произошло. Падает колл. Должны разрывать и Ника. Но отличное прикрытие от Броки. И с авиком, и в голову. Он, на самом деле, спас сейчас своего капитана. Ну, тем не менее, мы видим, что позиционно сейчас у Нипов все не так плохо. Да, игроки находятся примерно в одной позиции. Но выйти спокойно сейчас фейзы тоже в плент не могут. Они просто боятся открыться. Ну, раунд замедляется. Вот и позиции уже поменяли свои Нипы. Разбрелись. Один в КТ ушел. Второй продолжает играть в Джангл. Третий находится в коннекторе. Не лезут под Броки. Суперосторожная Нипи. Но, как ты и сказал, железно сидят по своим позициям. Так, 54-53 секунды. Наверное, еще секунд 20 фейз могут посидеть. Но целесообразно ли это? Хотя никакой инициативы следов мы не видим. Слушай, могут же паранойить в этой ситуации Нипов то, что вот все это время фейзы оббегают в сторону Б. Но есть же такая шанс. Однозначно. А, ну вот сейчас уже вряд ли. Хотя все еще там один игрок мог оставаться, да? Да, что если это фейчок? Ну, нет, все. Нет, все тут прямолинейно. Тут уже, да. Тут прямолинейно точно. И Нипов, я думаю, это уже тоже осознали максимально. Так, флеш на твиста. 20 секунд остается до окончания раунда. Твист. Вот его инициатива мне сейчас очень нравится. Смотрим. И Ника падает. Падает, кстати, вместе с ним и бомба. Под Броки по-прежнему никто не лезет. И сейчас будет выпад из Сити. Так, смотрим. Оп, да. Забирают прострелом. Броки. Дальше разрывают олов мейстера. Да, была бомба, но, наверное, деньги у фейсклана были бы без этого. Хотя, если бы проиграли второй, кто его там знает. В том случае, бомба лишней тут не будет. Тем не менее, 19-18. И Найпи. Вот по законам жанра проиграли два раунда таких неоднозначных. Таких важных. А в следующих допах, ну, просто забрали первый же. Так бывает постоянно. Ника, кстати, первый, кто на сервере настрелял тридцатку. Слушай, ну, либо у нас Костя тенденция захоронится. И сейчас первый не поберут в защите, а потом два пулят. Такое ведь тоже возможно. Тут уже возможно все. Да, тут, я думаю, вообще логику, наверное, нужно отбросить. И довериться судьбе. Куда же она нас приведет, Константин? От судьбы не уйдешь. Это точно. Калдзера. Пока что просто контрит потенциальный поджим мидла своими гранатами. Тиммейты выпускают олов мейстера. На центр. Снова поджим с бэдома. Под свой же смоук. Ну, Броки контролит дым. Ясно, что маловероятно здесь... Маловероятен поджим в этот дым. Я вот дальнейших событий могу побаиваться сейчас. Возвращение Броки. Но нет. Навк Броки не убивает. Мне показалось, что тут есть определенная вероятность, что Броки может подставиться. И Навк, мне кажется, от этого тоже отыгрывал. Но Броки не гибнет. В итоге тут все окей для фейскла. Интересно, что все равно готовы к ближним позициям на кухне. Немного жаль с точки зрения олов мейстера, что он отправил Молотова направо, а не налево. Хотя не факт, что там игрок не сумел бы спрятаться. Еще один Молотов на ладо-рум. Там, по-моему, подсадка еще в окно идет. Да, запускают Рейна, если я не ошибаюсь. Именно так. И пока два игрока на IP не занимаются контролем, хотя они просто разбредаются. Твист топает. Уходит в кормушку. Рейн все это прекрасно слышит. А это вроде бы разводка от Твиста была, но сыграл неосторожно. Так что размен пока для фейс плюсовый. На точке А в плане обороны остается только Лекро. И при этом бомбу забрали только что. Ближе к респона находилась. И уносит ее в сторону А. И здесь атака с четырех позиций одновременно. Тут для Лекро будет очень трудная ситуация. Но он сумел броке забрать, что не так-то плохо для защиты. Он хотя бы какой-то размен дает. И вот этот промах определяющим может стать. Так бы, конечно, варианты розыгрыша в этом раунде у Нипова оставались. Рез сейвит. 19-19, дамы и господа. Что, тенденция? Посмотрим. Посмотрим. Тут, конечно, главной проверкой будет именно вторая половина атакы Нип. Которая зачастую хуже работала. Все-таки во второй половине первых допов Нипи имели хорошее преимущество в раундах. Просто в фейсклане доигрывали клатч моменты. Ладно, раз сейвит. За ним охота не объявлена. 19-19. Какое же месиво. Так, ну, за тридцатку. Я тут вижу Нипи, так никто и не вышел. Единственное РС. 15-28. Не очень комфортно пока работать на Мираже. Да, вот что-то так круто он отыгрывал на оверпассе. Особенно вспоминаем мы его в защите. Но на Мираже и правда есть определенные трудности. Хотя, так, конечно, команда у него отрабатывает. Если ему подключиться, тогда слишком и просто, наверное, было. Так получается в общей сложности. Итак, АВП твист. Тут уже на второе. Не, хватило на второе. Только его берет Лекра. А где же у нас будет Лекра играть? На Сити. Стак на БС. Подпушим шорта ранним. У фейсклана при этом прямолинейный. Или нет? Раунд неф. Все-таки двойка игроков отправляется на БДОМ. Соответственно, не фаст. Что-то да. Что-то плюс-минус похожее на предыдущий раунд. Правда, без медленной игры на миде. Ну, а суперинтересная позиция от NIP в защите. Это лады рум. А, это два лады рум. И один окно. Ого. То есть прикрывают снайпера от андеграунда, чтобы его из-под окна не пропикали. Параллельно контролируется и шорт. Ну, вот он раскидва плен. И Рейн. Шикарный прочек. Он и сам получил, конечно, показки. Но, опять же, ваншотный двайс против него ваншотного. Вторым номером здесь разбирается Нав, но под перекрестными позициями. Инфа пришла довольно рано. Фрага твиста. Должен быть второй. Переводка на миллион долларов. Ну, и дальше уже попытка прострелить сквозь смоки. Еще есть лекарь из КТ, который, возможно, в этих таймингах будет опасен. Но нет. Вроде его тут тоже ждут. Его тоже контролят. И ситуация 2 в 3 для команды NIP. На коннекторе важная сейчас встреча будет. Что-то там каким-то чудом... Ага, не, не чудом. Плопский забирает. Минусанул. Но оба игрока и NIP красные. Взрывается граната. Один авик работает. И второй носитель. Не будем об этом забывать. Броки. Вот смотрит на Сити, а там уже соперник и след простыл. И что же теперь делать? Он берет просто пистолет и погибает. И Плопский убивает Броки. Так, все-таки, получается, у нас нет такой тенденции. Два раунда берут NIP в защите. Получается, что Плопский красава. Как-то так. 20-19 на IP. Ну, а твист, как тебе вообще все это происходит? Это переводка, да. Она выше всяких поклонников. Потому что самое-то обидное, Костя, что эти два игрока красные были, которых он убивал с авиком. То есть это вот те два игрока, которые пострадали от игры в окне. И он их просто вот так старается. С АВП убивает хотя бы одного там 19, а у второго 10. Это так всегда обидно наблюдать со стороны. Вот ты думаешь, о, как круто он сыграл. Ну, знаешь, обидно, если бы он промахнулся. Конечно. А так-то разницы нет. Даже более зрелищно это получилось. С одной стороны, да. С другой стороны, все равно мне всегда так за снайпера немного обидно. Потому что, ну, можно было их, получается, с пистолетика убить. Было бы не так красиво, правда, но не менее эффективно. С другой стороны, не пошло бы с пистолетом. Знаешь, это же тоже такое. Такое бывает, да. Смотря какой у тебя пистолет. Особенно если Дигл куда-то не полетел. Нет, твист шикарно отыграл, безусловно. Учитывая, что в окне у него вот чуть-чуть игроки там не справились. Надо, конечно, отдать должное-то и фейзам там, что они чекали. Чуть-чуть, в скобках не чуть-чуть. Потому что отказ там был блинный. 20-19, друзья. Непам нужно два раунда до победы. Но Нико дядь на против. Какой-то слишком простой фраг для Нико получился. Тут Плопский просто открылся. Рейна на ниндзя нужно чекать. Навк, по-моему, отпустил контроль этой позиции. Рейн в нужное время, в нужном месте появляется. Тем не менее, смотри, Нико обезвредили. И Рез выходит, забирает Рейна. Броки в КТ. Должны отрезать Лекро. Работает еще и по колдзере. И преимущество внезапно у команды NIP. Проход на Б свободен. Походу будет играть от точку до конца. Бомба ставится в дымы. Лекро в спине. Вообще, Лекро еще может тут делов наделать. А, но он пошел куда-то супер далеко вообще. Собирается с Б обходить. Я думаю, он может вообще подумает о том, что сейв там. Это значит, что это такая ходьба по очень тонкому льду. Ну да, тут нужно бежать. Нужно бежать, хотя на самом деле, по факту, раунд он может спасти. Промахивается, однако, Твист. Лекро бежит. Так, а бомба-то под шорт... А, бомба под шорт стоит. Ну, здесь все здорово. Сейчас Рез будет. Ну, как сказать, он так... Ой-ой-ой, Лекро! Какие странные решения. Открываются, однако, на броке. Тот был с пистолетом. Твистмолов до конца решил дефьюзить бомбу. А сколько там секунд было? Неужели... А, у него уже выбора не было, потому что бомба должна была взрываться. А, он уже просто рассчитывал на то, что там у соперника не пойдет. Если честно, все равно я Лекро тут не до конца. Понял? Не, ну, план-то был хороший, скажем. Жаль, не получилось. Просто, понимаешь, Лекро-то тоже подбитый был очень. То есть тут даже не будь там ОВП этой позиции по Лекро. Там в него буквально одна там пулька дальняя залетает, и он красный. Можно погибнуть было бы тоже. Ну, может, как раз этим и обусловлено его похождение. С другой стороны, он жестко дернул в этот шорт, да, и в этот момент игрок с ямы открылся и сыграл. Ну, как бы, понятно. Все равно преимущество было у команды НИП, как раз они могли себе позволить так разыгрывать. В общем, шведские боги на сервере. Но поволноваться заставили. Это как гладиатор... Поединок гладиаторов. Надо дать зрелище. Не просто так раунды выигрывать, надо еще зрелище подарить. Тут еще и хлебом накормили нормально. Особенно фейсклан. Два раунда. Два раунда нужно взять игрокам обороны, при этом подряд. Ну, мы видим, пусть денег у них по нулям, но это пусть вас не смущает, уже не имеет никакого значения. Разве что, разве что, если раунд фейсклан будет выигран, например, с четырьмя потерями, или даже с пятью, такое тоже бывает, тогда на бай останется действительно не самая лучшая экономика. Как для защиты. Ну, как же вот, какая дисциплина, какая выдержка. Никакого фаста у нас нет, никто не пытается играть быстро. Очень четко разыгрывать каждый раунд хотят. Вязко и до победного. Но можно понять, не хочется трейн играть после такого миража. Не пам так точно. Ну да. Когда ты уже вот-вот. Чувствуется здесь так победа, но слишком легко открываются на позицию Олафа. Тут виноваты сами. Тут же забрасывается позиция машины. Флешка на Олафа. Его спасает. Нет, не спасает. Колдзера. Колд зажимает. Снова на кинобенч делает ветер. Да. Успевает прийти тиммейта. Никак Колду не отрезают в этой позиции. Никак не могут его отрезать. Но рез! Как раз рез и может отрезать! Броки собирает твиста. Ну и рез остается один на три. А тут уже один в поле рез. Собирает Броки. А кстати, помните нашифрованный сценарий? Два игрока. Бойсклана остались живых. 7-6-5. Ставится бомба из-за отсутствия выбора. Раскрутится-вертится. И все равно не ставит бомбу. 21-20. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, это нечто. Снова колд. Такая позиция, казалось бы, простая. Но работает она и на про уровне очень хорошо. И на ММ. Попробуйте просто, если вы опорник Б. Попробуйте здесь встать. И это будет просто очень эффективно. А все гениальное, Костя, как известно. Просто. Да. Да. Благо полно денег у Нипов. Снова закидывают центр. Может быть на сближение опорники А пойдут. Есть контроль ямы от Навка. Но поджимов. От самих фейс-клан мы, конечно... Ну, именно в центр не наблюдаем. То есть нет такого, как это было в основное время. 2-3 игрока шли занимать. Так что центр, НИП занимают очень дешево. Снова медленный раунд. Снова вязкая игра. Снова пытаются встретить какие-то прожимы со стороны защиты. Но и фейс тут играют невероятно осторожно. Ну, атаки на Ани не то, чтобы супер удавались команде на АП. Хотя вот конкретно в этих допах у них была успешная вылазка. Вот у Рейна, конечно, позиция на фраг. Особенно с Калашом такое очень редко проигрывается. Даже если Навка будет проверять, очень сложно будет банально забрать Рейна. Так, ну там же прорывается коннектор. Сеиваются смог. И Броки мажет. Вау. Ай-яй-яй. А Плопский как раз-то не мажет вовсе. Рейн ждет. Но опять же вот через яму-то будет открываться только один. Окей, заберет тут Навка. Но Ник это остается без прикрытия. И пусть Навка бегает. Но по Рейну теперь эта инфа есть. Но он, конечно, выходит. Яма для него не самая приятная позиция. 40 секунд. 4 в 3. И что? Даблой пошли. Давид Сити. Даблой пошли. Давид Сити. Игроки команды НП. Залетает флешка. Но Лекра не справляется с этим моментом. Где же второй? Второй неподалеку. Плопский. Один фраг. Размен от колда. Жесть. Рейн далеко. Это 21-21 должен быть. Но ладно. Не будем хоронить Рейза. Плопский троих забрал в этом раунде. Все равно ничего не получается. Видел Рейна Рейз, мне кажется. Прям кусочек Рейна был. И Рейн забирает Рейза. На душе Пейн. На пленте Рейн. И у нас третий раунд дополнительных. Ой-ой-ой-ой. Это невероятно. 21-21. Костя. Пора брать тайм-аут и поливать водичкой игроков. В тот самый момент настал, мне кажется. Я не знаю. И вроде бы такое хорошее решение было принято. Ну, на бумаге. Пойти до Вит-Сити. Почему бы нет? Ясно, что смещение будет от двух игроков в фейсклан. Ясно, что если дать хорошую флешку, то можно их просто забрать и выиграть. Но не получилось. Ни пы, ни пы, ни пы. Мне очень интересно с глаз Лекра посмотреть на то, куда он вообще стрелял. Каким образом он не сделал фраг? Я не знаю. Обиднее всего, наверное, Плопски, который тут три минуса просто раздал фантастически, вскрыл плент. Но возможно, это решение продавливать КТ было неоптимальным, учитывая, что игрок в яме оставался. Об этом тоже информация была. Но тут уж как бы такая стадия игры, когда нервы на пределе, когда концентрация тоже может подводить. И не все решения могут быть оптимальными. Нам надо просто с этим смириться. Игрокам... Ну, это настоящее, знаешь, перетягивание каната. Это вот та самая игра, когда у нас две команды уперлись лбами и не хотят сдаваться. Ну, вроде как там у Колдыника качалочку посещают. И Рейн вроде довольно здоровый. Вообще в КС это очень такая стандартная практика сейчас у многих, я бы сказал. Плопски забирает Ник, Колдзера забирает резы. И у нас баланс в раунде сохраняется. Хотя, конечно, принято считать, что такой баланс в пользу атаки. Но в этом матче... В этом матче тут, да. Смотри, Лекарь несется на Б. Отчаянно хочет найти красного соперника. Она авто минусует Рейна. И Олаф распечатывает Б-базу. Хотя и на ИП... Они вроде бы имеют опцию унести сейчас бомбу. Они имеют опцию унести сейчас бомбу. Она падает. И вот казалось бы, Б-база была пуста. Но не то, что не сориентирован. Не знаю. Они приняли решение. Ладно, дожидаются Лекарь. Лекарь приходит с мидла. И вроде бы спасает положение. Потому что у Колда 20% здоровья. Не ваншотный девайс. Учетом того, что у Лекара 100 хп. Тут же какая-то вакханалия просто происходит, если честно. Колд 20 хп пытается нашивать в дым. И Навка, он на самом деле имел шансы убить. Но Навк чудом тут выживает. Причем по его позиции как раз прострел был. А вот и Лекара. Вот и прострел. 22-21. И снова такие раунды. На ИП берут первые уже в третьей серии топов. Да, да, да. Не, ну сказать, что матч интересный, ничего не сказать. И главное, знаешь, бывает так, что вроде как команды идут в близкую. И мы видим одни допы, вторые. И ты понимаешь, что эти допы обусловлены тем, что команды делают чушь. А здесь вообще об этом речи не идет. Очень интересная. Очень слаженная. Такая романтическая игра в каком-то смысле. 36 на 28 статистика в Лобске. Броки пытался попасть тут в дым. Не получилось. Броки, причем видел оппонента, видит его еще раз, забирает твиста. И шансы высокие у Фейс на этот раунд. Агрессия в миде под флешку Рейна. Снова все очень красиво удалось. Ну вот, такое я уже видел. Ну молодцы, Фейс. Все-таки мы отмечали неоднократно, что по допам редко команда обороны, то есть Фейс Клан занимала мидл. И сейчас они воспользовались фактором неожиданности. Потому что и на ЭП не ожидали такой агрессии. При этом мид не занимался на старте. А Нипам дали возможность подойти довольно близко. А затем на контр-агрессии тайминг минуты 42-41. Выпали при этом с разных сторон. Шикарнейшая флешка от Рейна сразу в три пары глаз. 22-22. А ну лекарь 10 тысяч. Понятно, об экономических проблемах речи не идет. Ну и, кстати, Плопский все-таки захватил Железный Трон. Первенство по фрагам на сервере. И надо сказать, что Рез уже не так сильно выпадает. Они с уловмейстером идут ровненько. Да, Рез вот последние топы разыграл очень хорошо. Броки стреляла в дым в надежде найти убийство. Но тут удача ему не улыбается. Не знаю, мне даже сложно сейчас какие-то вообще идеи выдвигать. Я просто хочу посмотреть, чем же это все закончится. А закончится это рано или поздно, так или иначе. Ну, вот хоть монетку подбрасывай. 22-22. А не худший вариант, между прочим. Настолько команды уперлись. Сейчас, конечно, позиции ближе к Б. У Нипов. Рокки. Так, наверное, для него не слишком безопасно было оставаться в окне. Ага, вот он шанс для Нипов. У них ближние позиции. Они как раз ждут поджима. А Плопский вроде бы отвернулся. Фраг от Олафа. И Плопский, ну, подставился, конечно, подразмен от все того же Олафмейстера. Причем Плопский старался забрать как раз Олафа после фрага. Но не получилось. Ну и наконец-то. Дед включился. Ох, дед опять взял винтовку. Отправьте его уже спать кто-нибудь. Ну, два в четыре. Однако время поджимает. Что делать с этой ситуацией? Командин Айпи. Ну, наверное, один раунд в атаке это не приговор. Нет, не приговор, но я ж не знаю. Тут любая ситуация. Мне кажется, что три раунда там возьми, все равно я не откажусь от потенциального камбэка никак. Совершенно. Потому что, ну, каждый раунд это как отдельная взятая история уже. Броки контролит. Реза не выпускает. Еще флешка от Твиста залетала такая, что немножечко Реза подзадела. Твист пытается продавить. Ну и 22-23. Придется Нипам в защите потеть. Как минимум на два раунда. Ну и, кстати говоря, через минуту должен был начаться матч Астралис против G2. Но он не начнется, наверное. Не судьба. Подеро, смотри, почти идентичная ситуация. Клопский чуть-чуть выигрывает. Ну, давай так. Нипам все-таки более комфортно было в защите на протяжении всей этой серии. Поэтому, я думаю, на два они могут наиграть. Могут вполне. Хотя вот сейчас ФИЗы отработали здорово, на мой взгляд. В своей защите имеешь в виду? Да, да. Нипам было комфортно. Ну, 9-6 они половину выигрывали. И на допах они смотрелись, как команда, которая в защите может вполне по два раунда стабильно забирать. Поэтому пока я бы сказал, что ситуация очень напоминает мне предыдущие дополнительные раунды. Самый яркий момент был, когда Нипы имели на два раунда преимущество в первых допах. Ну, этот хэд от Ника все зарешал. Да, 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 да. Вот это самая пока яркая такая история. Так, давайте только, чтобы у нас ничего тут не тухло. Ну, такое, знаешь, бывает там раз где-то в 25 раундов. На секундочку черный экран. Да, ну, как-то в допах уже не хочется. Это да. Ну, конечно, у Фейсклана намного более преимущественная ситуация. Они выигрывают один из трех и уже не могут проиграть текущую третью серию дополнительных. Ну, а вот в три подряд при всем уважении от Нипи пока верится с трудом. Хотя, как мы и подмечали, здесь уже нужно быть готовым к чему угодно. Так, размен гранатами на центре карты. Довольно дешево. Фейсклан занимает его под свой контроль. Навк левает в лады рум. Ну, и пока ситуация такая. Три мид. Один на контроле ковров бэя андеграунда. Это Олаф Мейстер. И Калдзера. Это бессменный игрок на Пелосе. Ну, Реза не слабо так только что прострелили. Он там выходил ХАЕшку бросать, сразу получил ответ. Ну, в такую линию у нас выстрелились игроки Нипи на разных позициях карты Демираж. Но в итоге получилась линия. Сейчас эта линия немножечко нарушается. Игрок номер пять стягивается. Рез с АВП занимает позицию КТ. Причем, смотри, у нас два АВП. Оба в КТ сидят. Да, интересно получается. Ну, и вот, казалось бы, знаешь, один дым и все. И вот, как бы, ваши два АВика. Будут подсаживаться. Хотя интересно, что у Фейстланды дым только один. И вообще гранаты... У НИП, при том, что они в защите, гранаты намного более качественно выглядят. Ну, вот игрока из коннектора. Тут главное как-то обезвредить. Потому что Олаф Мейстер может очень сильно нарушить позиционку НИП. И вот смотрим. У Олафа еще и дым. Он готов, я так понимаю, джангл отрезать этим дымом. Интересно, из-за дефицита гранат Фейстланд принимают решение выходить втроем по коврам. Что намного... Ой-ой-ой! Два хэда от Колды и от Олаф Мейстера. Снова флешка от НИКа. Это жесть какая-то. Еще и промахивается РС. Потому что соперник был в полете. Олаф Мейстер. Ну, все. Теперь уже Фейстланды не смогут потерпеть поражение. В пять остается Плопски. Они смогут потерпеть поражение на этих допах, конечно. Следующих все еще может быть. Но допы... По-моему, это стихия команды Фейстланд. Вот что бы ни происходило, удача на их стороне. Ну, я не про этот раунд. Потому что здесь никакой удачи не пахло. Что было сделано наверняка. Но вот вспомните первую серию. Там без старушки Фортуны не обошлось. Как-то неясно вообще, что с этими АВП хотели предложить НИПы, находясь вдвоем в КТ. И так же безидейно они и погибли. Не, ну выглядело не то, чтобы плохо. То есть яма контролилась. Пелос контролился. Но получился не ваншот. Яму выпустили. И да, эти два АВП оказались не у дел. Что, верим в два раунда? Да я аж не знаю. Во что тут верить, во что не верить. Ну, конечно, под завязку закупаются НИП. Берут тайм-аут. У них еще один в запасе остается. Ну, такая ситуация у нас была. Правда, она была на первых допах в пользу НИП. Как раз там варианты были. На два раунда они отдалились от своих оппонентов. Здесь же Фейзы. Два маппоинта имеют, можно сказать. Вообще, если вспомнить, что на счет, сколько там 15-11 был, да, по-моему? Один момент. Да. Да, да, что-то такое. Я уже, честно говоря, забыл. Но вот что-то подобное у меня в памяти всплывает. Ну, там в такой экономическом яме Фейзы оказались. Что вот вроде как разрыв 4 раунда, а по факту там... Да, они как-то там не сейвили и нет. Просто вот умирали, умирали. Было и было. По-прежнему Плопски удерживает первенство на сервере. 38 на 30. Решили чуть-чуть поагрессивнее все-таки поиграть. Защите НИПы. Чуть-чуть. Ну так, отбросались гранатами, проверили лимит на старте. Но в целом... Вот у Фейз в первой половине допа мне очень понравилась эта агрессия на тайминге минута 40, когда они с разных сторон выпадали под фраг Броки. И нашли 3 фрага вообще безразменных. Твист. Плохой пикселек. Ну, как бы позиция суперстандартная для снайпера защиты. Немного страдает Олаф. Его надамажили. Ну, ты вообще своевременно оттуда ноги унес, потому что иначе там бы сейчас у него как раз прошив весь и вошел. Все по таймингам очень четко делает игрок защиты. Плопски контролит. Ну, вот позиция Олафа для Плопски может стать очень неожиданной. Так, он не заметил сейчас? Мне сейчас показалось, что он должен был заметить. Должен был, но не заметил. При этом навка сейчас должны просто разрывать. С авиком. Так, скоупнул. Олаф это, конечно же, слышал. Его сейчас должны развести на выстрел. Ну, и просто забрать. Может быть, не заберут, но подставляться точно не должны. Так, сразу 3 игрока выпадали. Но одного забрал навк. Не так-то плохо. Плопски работает по голове. Сразу колда. И горит, посмотри, горит Олаф. 7 хп остается. На Плопски выпадать уже не получится. Сразу можно погибнуть. И Олаф пытается просто выждать. Выждать поддержку. Постоянно его дуло. Автоматы показываются. И Плопски очень бы хотел сыграть. Как же Ника забирает реза очень четко. Переводится, конечно, Плопски. Но Ника здесь все сделал шикарно. Да уж. Вот жаль, на самом деле, Плопски побоялся идти в контратаку. Реально, Олаф был супер красный. Забери его. О, Олаф сейчас выиграл раунд. Да, конечно, Ника сделал львиную долю фрагов в минус 3. Но то время, которое он вытянул, оно позволило Ника сделать эти фраги. 7% здоровья. И Олаф сделал такую сказку.